Отец наш Небесный, Господь и Бог наш, во имя Иисуса Христа мы просим, пребудь с нами, чтобы мы не погрешили языком, дурным мнением. Путеводи нами. Устрой это дело как тебе угодно, а не человеком, чтобы в этом разговоре не было никакого лукавца и лжи. Прости меня, Господи, в чем я виновен перед Тобой, послужил для кого соблазном. Омой в крови Твоей причистой, и помоги начать жить новой жизнью, прославляя Твое святое имя. Ты Бог наш, Иегова, и мы иного не знаем, и Сына Твоего Иисуса Христа, Бога Истинного и Духа Святого, Единосущную Троицу. Прибудь с нами, Господи, мысль направь к горнему, чтобы мы помнили о бренности, краткости этой жизни, и что впереди еще суд Божий, и за все придется отвечать. Хвала Тебе, счастье и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Значит так. У нас просто уникальная возможность разговор подтвердить съемками прошлых лет. Как это было, все показано здесь уже. Но, о ком будет речь идти, конкретно о Вадиме, я буду останавливать местами, или ты мне скажи, где нужно остановиться, чтобы ты дал пояснение. Я на беседу пригласил кого? В первую очередь, тебя, твою маму, она была на работе, ты вдруг успела вовремя, и твой родной дядя. Дальше, мы, естественно, человек-юрист здесь, так или иначе, все связано теперь уже с судом, он в этом деле может подсказать, правильно? Вот и не против, что брат Себастьян здесь находится? В разговоре. Видимо, так было угодно. Ну да. Я дальше спросил, никого я захочу, а кого ты изберешь? Он избрал одну сестру, которой он доверяет. Ну, сестра у меня вызывает доверие. Так что, Господь милостивый. Я когда вхожу в интернат, я крестное знамя совершаюсь, потому что бывает много пакостей разных. Вот. Вот мы сейчас посмотрим. Повторяю, где тебе нужно сделать какое-то замечание или пояснение, ты сразу скажи, чтобы я тебя видел. А где я хочу, тут уж я сам решу тогда. Вот. Ну, первое, что мы посмотрим сейчас фото, которое здесь было и о котором пошла речь. Так, вот на этой фотографии это ты к киконе прикладываешься? Да. Ты. Вот это твой дядя, Виктор Андреевич. Да. А это я. А дальше стоит Вася из Греции. Юноша, он в медуниверситете, участвует, у меня на квартире живет. Я этот, когда ставил, просто не думал как. И вдруг появляется отзыв. Вот. Я буду считать или кто будет считать? Могу? Я буду считать. Я буду считать. Значит, Татьяна Лапкина, ты ее знаешь, кто она тебе? Теща. Теща. Она пишет так, Вадим скрылся под маску благочестивого человека, поцеловал иконку, и все хорошо? Детей кормить не надо, все прячется. Первое, Тимофею, 5,8. Если же кто своих, особенно о домашних, не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного. Я когда увидел, это стоит, я сразу ей в личное, чтобы никто не видел, бросил. Зачем вы это все выставили? Вы дайте тем, которые знают. А весь мир, это несколько миллионов человек, они не знают, и поэтому никто тут не участвует. Все никто, Вадима никто не знает, Лапкину Татьяну не знают. Я попросил, убери сейчас. Я могу убрать, я сейчас только щакну, потому что на моей страничке ее не будет. Но дело не так обстоит. Она должна сама убрать. Но они не убрали. И я замолк. Я понял, что-то еще есть. Мнение подсудное. Так, вот по этому вопросу что можешь ответить? Ну, по этому вопросу как? Я какая-то алименты платил, перечислял. Пока сейчас, в данный момент, опять по-новому у меня алименты назначены. Сейчас как бы их опровергаю, потому что очень большая сумма. То есть, ты отвечаешь не мне, а Татьяне Лапкиной. Вот на этот ее вопрос. Потому что, ну, раз меня Господь на это уполномочил, я так понимаю, я молился все эти годы об этом, и вы никогда из моей молитвы не уходили. И расположение всех людей ко мне было, и я это принял как от Бога. Поэтому, чтобы мне это не переборщить. Я не занимаю ни ту, ни другую сторону. Мне хочется, чтобы был мир, чтобы все было хорошо. Хотя вернуться на прежнее уже невозможно. Потому что там сожженные мосты, там обрушено все, хотя у Бога все возможно. Понимаете? Хотя, ну, никак, сегодня уже никак нельзя. но Бог, я верующий, я опускаю руки, знаю, что Бог может все сделать. Он мертвый воскрешает, Бог. Даже четырехдневного, тем более, четырехлетнего мертвеца может. Значит так, он скрылся под маской благочестивого человека. Я на это ответил. Вадим не нарушает в храме ничего. За ним нет незамещения. Я обратился ко всей общине сегодня. У кого-нибудь есть претензии к Вадиму? Вы знаете, все ответили, знаем. Вот сейчас так и объявил, куда мы идем. Вся община наша здесь крестовозвиженская. Никто ничего на него не сказал. Ну, не по этому делу, а по храму. Он нарушает, что никто не нарушает. У тебя, спрашивают, претензии есть, ну, как из лагеря, кто уезжает, обоюдно. Никому ничего нет. Ну, ко мне какие претензии? Да уже были такие слова, что, зачем он к вам ходит? Но люди-то думают, что он в нашей общине. Вот мне что неприятно. Все видят, что я стою, а теперь говорят, а вот они у вас в общине. Я бы мог сейчас сказать, он не член нашей общины. Я обязан сказать, но я этого не сказал ни разу. Он бывший член нашей общины. Он сейчас не член общины. Но дальше тоже мы ничего не знаем. Еще я буду перед кем оправдываться. Ну, и что я не ответил-то? Беды-то нет никакой. Ну, я нигде не прячусь. Это детей я не отказываюсь кормить. Постоянно говорю, чтобы... Дальше. Теперь заявление Марина уже подготавливает. Сейчас Марине на это окончательно напишу и все там. Так, с датами у меня. Я сейчас буду разговаривать только с Вадимом. Вы все имеете право голоса, но сначала поднять руку. Не перегватит имама. Нигде в разговор не встревать. Ни одного звука не издавать. Мы это все представим тем людям, которые интересуются, и они могут все это убрать. Просто это не нужно. Дальше. Выступает Ядокия Калашникова. Кто она будет тебе? Тебе трудно ответить. Вам сестра, мне она... Ну и тоже, я тебе могу сказать, в пятом колене тоже родня. Потому что Настя твоя жена, а она дочь моей родной сестры, племянница. Вот. То есть Дуся, она родная сестра твоей тещи. Это родня, тут недалеко уже. Ну, даже так. Вот она говорит, набрал кредитом в банках и через интернет. Все оформлял на жену, а в интернете проигрывал по 2400 рублей за раз. Так, расскажи. Ну, это был у меня грех. Я там в одном месте как бы это залез на биржи и все. И потом после проигрыша я не стал там играть. Это уже просто потом наговоры идут, что я... А как ты считаешь, эта игра, это христианское дело? это не христианское, но это как бы там она не игра была, а биржевое было. Ну, как лотерея, можно было? Да, типа лотерея, да. Лотерея не христианское дело, а сразу тебе скажу. Ну, это было давно уже. Вот я бы сундук раскопал золотом сегодня. Я никакой радости нет. У меня только задача как употребить, куда раздать. Это не мое. Бог ценит труды. Моими руками заработано. Ты шел туда получить деньги. И ты же пошел не проигрывать, а так уж случилось, что проиграл. У тебя намерение было выиграть? Ну, как бы это игра, да, получается. То есть не работая, получить деньги на халяву? Да. Да. Ну, и хорошее это дело? Нет. Не хорошее. Ты в этом деле попросил прощения хотя бы у тех, кому задолжал? Как сказать? В интернете я никому это не задолжал. Нет, не в интернете. Про тех, которые ждали от тебя деньги. Ждала Татьяна, там жила жена, жила тетка, а деньги-то проиграли. Денег, говоришь, нету. Они говорят, денег нет, а проигрывают. Нет, тогда это совсем другая ситуация была. Тогда это было еще давно. То есть это не я? Нет, как сказать, и не было таких долгов. у меня в банке. У тебя долги всегда были? Я тебе скажу всегда. Были. Но в тот момент не было у меня долгов, поэтому кредиты мы набрали эти позже. Набрали на магазин. Ну ладно, дальше. Я погасила за него почти тридцать тысяч в том году. И он пообещал мне отдать на суду, отдать на суду Божием. Пообещал отдать на суду. Покаялся? Тогда что такое покаяние? Разъясните, пожалуйста. Лука 19,8. Захей же, став, сказал Господу, Господи, половину имени моего я отдам нищим. Если кого чем обидел, воздам четверо. Вот это покаяние. Что на это скажешь? Эти деньги Евдокия Тихоновна погасила сама за Настю. Которые там оставались, суда одна оставалась. И Настя ее перестала платить. И там с 15 тысяч выросла сумма до 30 тысяч. Евдокия Тихоновна, не спрощая меня, погасила ее сама, мне ничего об этом не сказала. Просто потом уже выставила счет, что типа того я погасила за тебя. А что у меня здесь еще другие были суды, которые за меня платила мама и дядя мой заплатили. они об этом вообще речь не ведут. То есть Настя, когда хотела развестись, она не думала, ни с кем не советовалась, как, чего, какие долги, чего будем гасить, как. Поэтому тут я даже не знаю, как сказать. Кто долг этот брал? Этот брали, мы на магазин брали долг. Слово мы. оформлял, не две подписи, одна была подпись там. Брали с Настей, все это, через интернет ничего не брали, никакое судо через интернет не брали. Вот это, о чем она говорит сейчас? Конкретно, кто брал, пришел, в кредит брал? Брали мы с Настей, вместе. Кто расписывался за это? Настя. Настя. А почему она нет, если вместе брали? Потому что на нее просто по почте приходила карточка и она как бы поговорили и она оформилась. А у тебя был ли какой-нибудь хитрый умысел о том, что моей подписи нет и с меня взятки гладкие? Ни разу не было. Не было. Так, я тут одно дело заикнулся, что долги ты не любишь отдавать. Это дело прошлое, но к этому относятся. Так это или нет? Долги. Да, долги, которые ты берешь у знакомых, а отдавать не любишь. И тебя нужно за шкирку взять, как щенка, и вот так потрясти, чтобы ты отдал. Ну, отдавал долг, но просто не сразу всю сумму. То есть речь идет о том, что я тебя трес, вот о чем. Ну, вы трясли, да, меня, просто вы как бы это все поставили на свое место, но я его долг тот отдавал, как бы, но не в полной сумме. Никто это не понял, что ты отдаешь. Если 30 тысяч, а по рублю отдаешь, ну, кто это посчитает? Ну, да, это было. Так, а у нас в уставе написано кредиты не брать нигде, чтобы тебя постель не взяли. Умное правило? Потерявки. Умное? Вот тебе надо это правило прочитать еще раз. Оно бы тебе сгодилось, вот этого бы не было. Вы уже врага не нажил бы в этом человеке. А она была, Дуся говорит, мы помолились, она говорит, так я говорю, тебе откорысть? Она говорит, да, я хочу свои деньги вернуть. Дуся, тебе не вернуть их. Не вернуть. Поэтому согласись на том, что есть, поблагодарю Бога. А если отдаст, это как находка какая-то будет. Что с него возьмешь? Ты зазнала, куда шла? Знала. И не надо роптать. Мне вот кто давал, никто от меня не ждет. Но если смогу, то отдам. У меня долг, я тебе скажу, 7 сволын миллионов. Ну и все, что с меня возьмешь? Но я издал книги, я могу книгами рассчитать. Все люди давали, они сказали, мы не ждем ни процентов, ни денег. Если сможешь, отдашь, а нет, значит нет, во славу Божию. Так можно брать, правда? Тебе бы так дали, а этот вопрос бы не возник. И дальше. И до тех, Калашникова почувствовал, что не все сказала. И она тогда добавляет. И оставил жену с тремя детьми, без угля и дров. Сбежал от кредиторов в лютую зиму 2009-2010 годов. А теперь вообще, чтобы не платить алименты, решил детей отнять. Отвечай. Ну, с дровами я ее оставил. Зима, когда я уезжал в Бишкек, была еще не такая лютая. Угля было мало, я не советую. Дров было достаточно. Ну, видимо, что начались морозы, дрова они сожгли быстро, очень быстро. А дети, дети были со мной в Бишкеке. Двое детей, младших было со мной. Поэтому они здесь даже не зимовали. Они в Бишкеке с 3 декабря, они были в Бишкеке. Сбежал от кредиторов? Нет, никуда не сбегал. Это было все обоюдно, я согласен с женой. Минуточку, а как же говорили о том, что могут даже под квартиру матери подкатывались? Это подкатывались, как приходили по моей карточке, которая была карточка, и это приходили по моему долгу. Сколько у тебя долг там был? Сколько там вообще долг был? Ну, примерно, хотя у нас две. Где-то около 70, по-моему. Тысяч? Да. Тогдашними? Да. А сегодня примерно, так по ком году? А почему? 2009. 2009 год. Ну, может быть, Ну, там два было банка. Дальше. Выступает Марк, но у него интересно, это как это называется, аватар сидит, ну, не его фотография, а он посадил мертвеца, его нельзя увеличить даже. Мертвец сидит, у него мертвец, и у него там брюки прорваны, кости торчат. Я Дусе говорю, это что такое? Она говорит, да он такой и есть. Кандидат. И он лучше не придумал, я такого даже нигде не встречал. Вместо себя он посадил, на стол упал, конечно, перед компьютером сидит, труп. Мертвый человек уже сгнил, ну, такие люди находятся иногда, умрут, и потом за квартиру долго не платят, приходят, он уже высох, мумия сидит. Это он сам себе. И я Дусе говорил, ему он не убирает отсюда. Ну, неважно. Теперь посмотрим, что этот труп нам говорит. Посмотрите, как благочестиво целует икону человек справа от Игнатия Тихоновича. Познакомьтесь, это отец троих детей, свесившие долги на жену и оставившие ее с троими детьми на произвол судьбы без алиментов и какой-либо помощи. И вдобавок ко всему, чтобы не платить алименты, подал в суд, чтобы у жены отнять детей. А знаешь, мертвые иногда обречают, может быть, даже сильнейшим живые. Ну, отвечай. Ну, детям я платил алименты, отнять я не хочу у нее, просто я хочу, чтобы дети воспитывались нормально и были с Богом, а не так, как они сейчас живут с алкашом и с убийцей, с бывшим убийцей. И я сам этому был свидетелем, когда я приезжал, забирал машину. И я сам видел, когда выходили оттуда, пьяные лица из дома моего, и ходили по ограде, искали, где... нужду справить. Да, нужду справить. Это я был сам свидетелем, лично. И почему я должен оставлять детей? А один ребенок живет уже год у бабушки, когда у него есть отец, и которого он называет ее братом, называет отцом, а бабушку называет мамой. Это тоже порядок? Они тоже этого хотят? Я хочу, чтобы дети мои воспитывались, да, мой ребенок воспитывался у меня, у него есть такая же бабушка, есть отец родной. То есть они говорят в суд отнять у жены детей? Я не хочу детей отнять, мне не дают с ними видаться. Она всячески, когда я появляюсь в Заминогорске, она всячески препятствует тому, чтобы я с ними не встретился. А если как суд решает, допустим, на неделю отдают отцу, суд выносит такое решение, и свидание, там, через месяц, если бы она на это пошла, ты бы это заявление забрал? Она так не пойдет, потому что я знаю, что на неделю мне их никто, как бы, говорится, не даст. Ну, на лето, допустим, тем более нынче звонили, я сказал в лагерь, а меня спросила Дуся, и говорит, так что, ты принимаешь их? Я говорю, а почему? Дети должны отвечать за грехи родителей. Ну, а Татьяна как? Ну, Татьяну накормлю за пределами лагеря, написано есть вместе. Она будет опихожена, я выделю место, она будет жить, но не вместе. Я соблюдаю правила христианские, окажу милосердие и любовь. Но они не приехали. Это так. Да, потому что она их не отпустит, она, я знаю, что это. Она очень, негативно настроила детей. Почему я эту экспертизу хочу, чтобы... Она даже не хочет эту экспертизу, потому что она знает, что она негативно настроила старшего ребенка Антония. Даниила тоже... Просто я был в суде, и Даниил даже просто не подошел, даже просто поговорить. До того настроил детей, что я им противен стал. Но ты положил этому основание, чтобы тебя за такого считали чужого и боялись тебя хуже, чем пьяниц и уголовника? Нет, я никогда не... То есть у ней что-то в голове свихнулось, у Насти, и она, ну, ни с чего, что ли, стала считать, что лучше пусть пьяница и живет, чем с таким отцом. Ну, потому что она знает, что они с отцом будут лучше жить. И она это прекрасно понимает. Что она зло желает своим детям? Получается так. Так. Так, Марк сказал это и потом отошел, и, видимо, тут часы показывает. Он сказал, в 20.50, и через 8 минут он решил еще добавить. И говорит, ты считай, я не придумаю. Я читаю, читаю. Ты можешь считать? Да. И напоследок хотелось бы еще добавить единственное, что требуется для триумфа зла, так это, чтобы хорошие люди ничего не делали. Это понятно откуда? Это Берг, это говорит один из философов немецких, но он оттуда взял, это при начале фильма Гитлер, восхождение зла. Он оттуда взял. Это не его слова. Так. Надеюсь, надеюсь, те, кто сейчас рядом с Владимиром Поповым, не станут ему помогать, делать бесчинство, помогать своим безмолвием лишить детей любящей матери, действительно любящей и заботившейся о детях матери. Не мешать делать бесчинство означает помощь. То есть, если вот так мы будем делать, просто не попрепятствовать тебе, чтобы эту посуду отнимал детей, мы делаемся соучастниками. Но если на худшее дети пойдут, то это действительно так. В данном случае вот этот мертвец под именем Марка, он говорит правильно. И впереди, что Берг сказал, это тоже правильно. Я не хочу детям, чтобы им было плохо. Я наоборот хочу, чтобы они летом ездили в лагерь, чтобы они общались так же с матерью. Я никогда не буду им запрещать. Захотят они, пожалуйста, и пускай едут. Ты доверяешь лагерю нашему детскому? Да, полностью доверяю. Ну что я, я там сам был в этом лагере. Сам знаю. Кудому не научат? Нет. Никита, вот, далеко ходите. Брат мой, двоюродный. Сколько он туда ездил, и как он ему помог? Он сам до сих пор сейчас говорит, что лагерь это помощь. Тем более, я сказал, что там старшего заплатят, а остальные, там двое ребятишек я беру бесплатно полностью, кормить, обихаживать. ребенок уже год там в Бишкеке живет, он мать-то его, мать-то его и не видит. И вот после этого встречается еще один человек с этим материалом, или позвонили, Надежда Лапкина, это не моя жена, тоже Надежда Лапкина, кто она, ты знаешь? Да, это, это, Настяна. Настяна? Ваша племянница, Настяна сестра. Сестра твоей жены? Да. Так, считай слух. Полностью согласна, такой бессовестностью далеко не каждый неверующий обладает. Так, остановимся. Тебя упрекает в бессовестности, ты сознаешься в этом? Нет. То есть, ты совестливый человек? Да. Тут два варианта, совестливый, когда меня встретил этот, ну, я встретил Муравлева, он говорит, Игнатий, что вы законник? Я говорю, Павел, привет, передает законник УЗИН, а напротив, это такой беззаконник, зови меня сюда законник, Игнатий, я буду звать тебя беззаконник, Игорь. Ну, если ты отрицательно относишься к слову законник, то на обратной стороне только одно слово остается, беззаконник. Трезвый, пьяница есть такой, честный, бесчестный. Значит, ты не согласен с этим. Дальше читаем. Сплошная. Сплошная ложь. Дома лгал, у нас жил сколько времени, так и не... И так же бессовестно лгал. Лгал и сейчас лжет в общине, даже не пытаясь встретиться с детьми, говорит, что ему не разрешают видеться. Жил на нашей шее и говорит, что нас обеспечивал. Вот и детей от такой же ложью только и снабжал. Сорок лет за достоинство выдал, что он спасибо говорить научился. Помоги, Господи, Господи, чтобы не отдалить его беззаконные затеи за... По отобранию? По отобранию детей. Так, что ты можешь сказать ей? Вот она здесь сейчас перед нами, и вот Надежде Лапкиной, которая вышла замуж за немца, Романа, живет хорошо, и тебя к ней, отношение хорошее? Нет у меня с ней, как отношение, она там сразу, у нее постоянно, когда я еще у них жил там постоянно утром, ругань, барань, только помолятся, опять ругаются с Катериной, все, и постоянно она на меня, ну, была недовольна. То есть она-то тебя не боялась, говорила правду тебе? Она не правду, она просто ей был. А что она говорит, жил на шее? Что означает на шее? Ну, я пока работы у меня не было, сперва я приехал, и как бы сколько было денег, я там покупал, кое-что, хлеб постоянно покупал, а потом месяца полтора не было денег, и как бы вот это время она считает... Ну, кормили тебя не одним хлебом, наверное, за стол садился. Ну, там, я потом все это, когда зарплату получил, я как бы все это компенсировал, покупал, все что... То есть то, что ты у них, до тебя потратились, ты им это возместил? Я старался это возместить. Ну, старался и возместил, это разные вещи. Ну, я не знаю, как это совместить, но... Очень даже просто. Когда... Я скажу тебе, кого обидел в четверо, очень просто. Ну, в четверо. Ну, я как... Когда первую зарплату получил там, я сразу поехал на базар, все купил это. И как бы еще дрова старался там... Работал в столярке, привозил дрова, старался как бы это все компенсировать. И все равно это... А что она говорит, 40 лет за достоинство выдало, что он спасибо, говорит, научился. Вот это я не понимаю. Не понимаешь, да? Ну, тут как раз заснято на ролике, это посмотрим. Теперь, вот она говорит, что не разрешает, дескать, видеться. Они не согласны с этим, что на самом деле разрешают тебе видеться? Не разрешают, это ложь. То есть ложь теперь получается не с твоей стороны, а с той стороны? Это ложь. Мне абсолютно не разрешают видеться. Она обвиняет, вот Надежда Лапкина, я скажу, она у меня была в лагере, у меня к ней никаких претензий нет. Прекрасная девушка, просто замечательная. Вот. И обвинить ее во лжи, я даже бы не подумал. Ты ее обвиняешь во лжи. Значит, она зналась другой, чем у меня была в лагере. Она абсолютно другая. Вот так. Она, значит, у меня в лагере была лицемерила. Ну, этого я не могу сказать, но... Ну как, она передо мной, она была настолько хороша, что я лучше ее не желал. А у тебя, ну, другая характеристика. Мне они написали, что они ждут, чтобы я, чтобы мой суд, надо мной суд Божий свершился, чем быстрее, тем лучше. У меня другие послания там высланы. Просто я вам не принес все. Открытый листик? У меня не открытый листик, я их просто сохранил. А когда это было? А это вот с 21-го, вот недавно, дня три назад было. Я имею в виду страница, вот такая мылра у тебя своя есть? Есть, да. Вы присылали мне так же, Надежда, там такие... Но ты мог с ней навести мосты, переговорить и доказать? Нет, я не хочу с ней разговаривать на эту тему. А почему? Ну, как не хочу? Зачем? Если ты абсолютно прав, то это ложное обвинение может погасить доводом чем-то. Ты что, пренебрегаешь их, обвинения эти? Обвинения-то грозные, просто грозные. Лжец в Царствие Божие не войдет. Кроме того, лжец теряет доверие. Написано, и вор, и лжец оба наследуют погибели. Но вор из них лучше. Так что этот убийца может даже лучше быть. Понимаешь, Библию другими критериями нас измеряет. Какие мы сегодня и намерения сердечные Бог судит. Вот она обвиняет, что ты жил, лгал, непрерывно лгал. На чем это основано, что ты лжец? Ну, это они выясняют, что когда было такое, что детские, Настя сказала, что ей не платят детские, она не может приехать. Вот это как бы думали, что я им постоянно. ну, как бы, что в конце концов выяснилось сейчас на суде, что она эти детские получала без всякой задержки и она выставила перед матерью как бы меня, чтобы я типа врал, что я эти детские забрал. Так, ты сейчас говоришь как было или оправдываешься? Нет, как было. Как было. И то, что ты говоришь, тебя совесть не судит, что это не так было? Меня, как, я был-то прав, я эти детские не трогал, ничего. Не, не о детских речи. Я про детские тут ничего не сказано. Вот про то, что ты сплошная ложь, дома лгал, у нас жил сколько времени и так же бессовестно лгал и сейчас лжет в общине. Три раза слова лжет, это чего-то стоит. это... Ну, мне ни один человек ни разу в жизни этого не сказал. Ну, с ихней стороны это получалось как бы, я получил зарплату, что-то там это, мне на дорогу надо, все. И они говорят, что ты столько денег получил, ты больше, ты должен как бы это... Я даже не говорил, сколько денег получил, ничего. И получается, что с моей стороны это с ихни слов это получается ложь. Так, сейчас я не квитанции прошу, а по совести по твоей. То есть, вот ты сейчас с ними встретился вместе, и вдруг ты узнал, сегодня вечером тебя расстрел, или ты умираешь. Тебе хотелось бы принести покаяние за ту ложь, которую ты там сеял, в чем они обвиняют тебя? Нет, у меня не было лжи перед ними. То есть, лжи этой не было, и это все облыженное обвинение, так? Все, вопросов нет. Но я не обвиняю тебя, я хочу довести до конкретной точки, чтобы ты мог ответить, ну, как на суде Божьем, мы до этого и собрались сегодня, и мы начали молитвы, и молитвы и закончим. Они это сами будут смотреть, и ты как бы с ними находишься. Я попрошу все это убрать. Люди посторонние, в этом не участвует никто, что мы все участники собрались здесь, ты отвечаешь, они как бы присутствуют с нами здесь, говорят, ну, правильное решение? И дальше. Вдруг в это дело вмешивается Дарья Ильина. Кто она такая, знаешь? Сестра двоюродная. Кому? Настя, ваша племянница. Моя племянница, Дусина дочь. Родная моя племянница. У тебя какие с ней отношения? Никаких. Никаких? Я скажу, Дашу я знаю. Это моя племянница, красавица. Добрые отношения. Ни одного слова в ее адрес никогда я не говорил и не знаю. Про нее я не знаю, говорила она или нет. Она вышла замуж. Говорят, что хороший муж в Москве живут там. Ну что, я могу только молиться, да благословит Господь. Будто бы у них ребенок, может один, а может не один. Они меня не уведомляют. Но для меня они дорогие и близкие. И вдруг она выходит тоже в это дело и твою строку пишет. Читай. Уста их мягче масла, а в сердце их вражда. Слова их нежнее и лее, но они суть обнаженные мечи. Псалом 41.9 Помоги Господе Анастасии все это перенести терпение и здоровье. Ей и деткам, а Вадиму не нужны дети, а чтобы Настя его еще содержала и так мало крови попил. Удивляюсь терпению Насте сколько лет терпела, а теперь не узнал. Мы узнали. Мы узнали, какой этот человек не только снаружи, но и изнутри. То есть они узнали. Вот я, ты что можешь сказать на это? Это не маленькое дело. Речь это уже о кровопействе. Ты кровопевец. Ну, получается, что я работал, как бы содержал семью, а в конце концов я остаюсь кровопейцем. Так, я тебя спрошу, скажи, у тебя какие-то знакомые неверующие люди есть близкие, чтобы ты мог узнать, какая у них семейная обстановка? Кто ты из знакомых? Я знаю семейную обстановку. У кого примерно вот такая обстановка, как у тебя? Ты можешь сказать, да вот у меня вот так же самое, так же я бросил жену, а жена не выдержала, вышла замуж за другого, я посодействовал тому, что она теперь живет невенчанная, превратилась из христианки в блудницу, с которой нельзя общаться. Ну, во-первых, жену я не бросал. У нас это было обоюдно, все уехало, я обоюдно. Я виноват, только она не блудница, а прелюбодейка. Я ее не бросал, Игорь Иванович. Да. Во-первых, это все было обоюдно, я уехал с согласия. Она мне уже до отъезда, она мне все мне гнала, что мы с тобой, я с тобой по-любому разведусь, и это. Ну, отдавал ты на это повод, чтобы она так говорила? Ну, были у меня, да, такие, как говорится. Так, немного экскурс в прошлое. Настя моя племянница, она жила у меня на квартире. Я помог ей устроиться в училище, там на швию учат. Ты это знаешь. Да. И у меня правило, кто ко мне приходит, солнце, если коснулось горизонта, я его не выпущу. Ночу и здесь, чтобы не было опасности тебе на дорогах. И сам не хожу. Я закрываюсь, и ко мне не стучи, и уже солнце коснулось горизонта, ко мне бесполезно стучать, я не открою. Но тут я выхожу на улицу, иду мимо собора, по Саолковскому, там разворачиваюсь, и встречаю ее на трамвайной остановке, чтобы она не одна шла. А училище прямо около трамвайной остановки было. Я все время так хожу. И у меня ни сердце не беспокоится, я доволен, она живет, она учится. но я пошел проверить. Оказывается, она не всегда бывает там. я пошел туда с моим родным братом, на пять лет моложе меня, отец Аким, священник там. Пошли к начальству, они говорят, да она уже тут и не учится, и как так, она пропускала, пропускала, ее нет, а где она сейчас? Ну, только что числятся, ее нету. Как так нету? В этот день мы стали узнавать, оказывается, Попов Вадим, это ты, ее встречает, то есть без меня не познакомились, ты ее выкрал от меня, ты вор, самая настоящая, мою племянницу, я думаю, не без ведома мамушки твоей, Надежды Андреевны. Познакомился, Игнатий Ильич, я еще раньше. Я не закончил, перебивать нехорошо старшего. Вот. И ты ее подвозишь вовремя к трамвайной остановке, вот такая идет игра. Дальше она садится, и она подъезжает, я ее встречаю, то есть, ну, за дурака. Такого лоха нашли, который кормит ее, поет, бережет, а вы в это время играете. Вы ее нашли. Нашли, а когда дочка без ведома отца выскакивает замуж, это говорит, самокруткой ушла, то ей говорят, нашла без отца, любимого отца, вам разводиться никак нельзя. И ко мне обращается за помощью, значит, получите от меня укор. И было такое, когда мама стала говорить, что она не такая, там противоречит, то другое, я знал ее характер. Я знал, я бы мог кое-что подсказать. Меня никто не спросил, вы меня обокрали, обманули. А мама мне что выдала? Она, может, скажет, забыла. А мы думали, что племянница таких дядьев, ну, дядя проповедник, второй дядя священник, а уж она там такой элитной, обладает характер. Ты говорила мне это? Мама? Раз говорите, значит, говорила. Говорила. Я говорю, да ведь яблони-то, яблони даже, и то недалеко падает, а тут очень далеко катится. Она не слушала. Она жила в это время, и Наташа Приходько жила в это время. Одна бросила университет, стала заниматься там где-то, а эта другим пошла путем. Даже там ей нужно было одевать спорткостюм на урок физкультуры. Я пошел и договорился, что она будет на уроке физкультуры в платье ходить. И кое-как добился этого дела. То есть я хлопотал, как только мог. Было такое, что ты ее катал без ведома моего, а потом подвозил к трамвае, и я встречал. Это было, что я подвозил ее к остановке, но не на трамвае. Ну, ты знал, что она учится, и ты ее... Нет, а что она не училась, я даже не знал. Ну, ты же знал, что в учебное время, когда идут уроки, в это время она стала... в это учебное время она не едет. Но ты знал, что у нее есть дядя, у которого она живет, и едет делать и без ведома его. Знал. Ты в моем благословении, в совете не нуждался, так? Да, да, был молодой. Но когда случилось несчастье, какую-то машинку там давнул ты, мама сразу ко мне обратилась, и она меня сбросила с постели, буквально мать, я на молитве теперь уже ночью становлюсь. Человек, помнишь тебя? Крутые наехали. Кто там на кого? Я знаю, Вадим попал в опасность. Ни одного твоего такого выкрутаса я не пропустил мимо. Я перед Богом ходатайствовал. Вот ты ее нашел, так береги ее. Я предлагаю, чтобы она все сошлись обратно, она против. Я давно уже... Ты не против ее принять? Нет. И простите, не напоминать ее? Я уже это ей постоянно говорю. Ты готов вернуть ее из статуса прелюбодейки к законному жительству, с законной женой сделать? Это мужество сегодня. Чеченец, он бы сразу ей голову отрезал, живот вспорол, и на этом все конец. Я на суде, вот последний суд был, ей адвокат уже неоднократно говорил, все, чтобы на примирение, все, они никакое, она даже не хочет об этом слышать. А ты почему не делаешь вывод, что ты так им надоел, так ты омерзел, обрылил, опротевел, что она согласна куда угодно пойти только не к тебе. Тебе не кажется, что это что-то тут в тебе заключается? Не только в ней. Что ты себя таким поставил, ну, бывает так, вот солдат погиб, она молодая, за нее сватается, она никого не, она мертвому, все еще верная до самой смерти. И никогда она замуж больше не выйдет. Одна. Не знаю, Игнафь Тич, мне просто 3 декабря, когда я был на границе, переезжал с детьми, туда в Бишкеках вез, мне были слезные, слезные прямо просьбы, Вадим, возвращайся, я тебя сильно люблю, и поэтому, я не знаю, чем я мог обрыгнуть, как говорится, по вашим словам. Обрыгнуть. Обрыгнуть, но... Ты не знаешь ей. А если она тебе это все выложит подробно в письме, ты будешь оправдываться? Это вранье. Будет все. Она не даже не написала, это вранье. Это будет все вранье, я сейчас уже даже знаю. А если у нее будут свидетели, то это будут свидетели или лжесвидетели? Лжесвидетели. Заранее? Заранее говорю. Если они все будут... А как ты это знал, когда ты об этом еще не молился? Я только вопрос задал, ты сразу мгновенно отвечаешь. Ты бы сказал, я помолюсь, чтобы Бог мне воскресил в память. А вы помните, Игнатий Тихонович, когда вы писали бумажку, когда вы мне давали, когда мы повенчались, и вы мне давали бумажку, какая есть Настя и какая она на самом деле. Да. Я даю характеристики, какие есть. Твоему сыну давал характеристику? Она помещена в книге. Притом, характеристику я пишу не один, например, человек семь, кто близко знает. А если никого нет, я его прошу, ну назови хоть кого-то. И когда мне дают, тогда все компилирую вместе и даю. Характеристика правильная была? Правильная. И до сих пор она правильная. Если бы, Игнатий Тихонович, если бы, как говорится, если бы она была какое-то примирение у них, старалась бы, она бы на суде обо мне плохих слов бы не говорила. Я на ней, на суде, вот сколько было, два суда, я ни разу про нее плохого слова в судье не сказал. Она только льет грязь, всю ненависть, всю злобу. Также Евдокия Тихоновна приехала, какую-то злобу там всю на меня льет. Евдокия Тихоновна, что я сделал плохого, тоже не пойму. У нее только ненависть и злоба идет. Все. Так, скажи, пожалуйста, что ты называешь грязью? Ну, вранье, как говорится, много вранья, и как бы, ну, были там мои. Что твои были? Ну, неправильные действия, там какие-то молодые, может быть, с моей стороны, как бы я там привык жить, или еще что-то. Но... Ты знаешь, по статусу Шарикова не проходи. Тот говорит, ну, дело молодое, то другое. Это ты тоже самое, ты уже женился, ты не молодой. Ну, теперь уже да. Ты знаешь, что ты никакой. Вот даже на снимках, где сидишь, ты никогда на занятиях, ты ходил, ничего не записывал, все сидел. Ты знаешь, я тебе говорил, почему? Да он такой и есть. Я вчера кое-что спросил в своей биографии. В армии не служил? Нет. Плохо. В монастыре жил? Нет. В тюрьме был? Нет. В лагере был? Был. Сколько? В каком? Ну, я не думаю, в вашем лагере. Нет. А в таком нет. В лагере заключенных? Нет. Не был. Поэтому твой запах оставался в тебе. Тебя нигде не мяли, не давили, ничего не уходило. А тебе бы надо побыть в жестких руках. Где-то дедовщина, чтобы по тебе проехалась. Вот так. По мне, видишь, катались кому не лень, везде. И в лагере, и в тюрьме, и в монастыре жилы. И поэтому с меня Бог снимал и снимал стружку. Доводил до совершенства. Да еще сколько всего. Так. Теперь, если возражений никаких нет, я покажу ролик. Внимание. Мы переходим на ролик. Который они выставили. Ты думаешь, кто этот ролик делал? Тут или Надя, или Вася. В одной из двух. Надя, или Вася. Так, читай. Попов Вадим загромозил всю территорию мусором. Я буду тормозить, где-то подавал. Он уже занимается бизнесом. Вот здесь у него все заложено. Вот Матвей, кажется. Так, что это стоит? Что за пацан? Матвей. Это твой сын? Да. Так, сразу теперь скажи, что вот это означает вокруг? Двор полностью замусоренный. Это не мусор, это железо. Это железо сдавал. Возил в Барнаул, сдавал. Оттуда возил железо в Барнаул? Да. Это где вот это? Это Заминогорский. Заминогорский, да? Угу. А потом ты уехал, освободил двор? Нет, ну я никак. Уехал-то, я же не на седа уехал. Да. А что в мешках? В бутылке. Все. То есть, ты это все собирал, приносил домой, чтобы это сделать, отоварить на деньги? Да. То есть, ты добытчик? Бутылку. Ну, с их стороны это мусор считался. Знаешь, в этом вопросе-то я такой же. лежит где-то, я постараюсь его или передать кому-то, или что-то. Я, ну, почему нет? Я видел, в Америке люди прилично одетые, негры, собирают вот эти пиво там, кеги какие-то называются. Баночки. Баночки, они издают их. Туда я возил продукты, возил в магазин, а обратно, я, чтобы пустым не ехать, я, ну, как бы, там есть возможность. Это существенный проработок был? Да. Это оправдывалось мне дорогу туда и обратно практически. За один раз я загружался и мне оправдывалась дорога на бензин. Семен Сеськов, Корщина, Севятова, Алексей, отец, он взял какой-то таль поднимать и все вокруг железа собирает и сдает. Это, может, на первое место вышел по отдаче железа. Это чего-то стоит? Дальше. Это было 29, 10, 2008 года. А? 2008 года. Вот написано. Да, да, да. 29 октября. Не пройти, не приехать. А кто там там идет? Теща? Мусор с огромным. Куда он идет? Ну вот они сейчас смотрят на это день и ночь. Ты уехал и они день и ночь год за годом ходят. Это уже сдали, все, сдали уже. Когда я уехал, потом приехал новый хозяин и все это сдал за деньги. Все вывез. Какой-то телефон. Этого уже не было. Это уже... Это уже не было. Вот этого всего уже не было. Было вообще все по-другому. Такие бутылки. Это я уже сдал. Часы. Какие-то. Звончик. И все-все-все-все-все завалено. Туалет, собака и затворы. А колеса тоже сдавал? Колеса были в это... в сливную яму делались. Ага. Все. Так. А это что за машина? Тоже на металлолом все это сдавалось. Это они сдали уже на металлолом. Все, все, все. Но этого уже не было. А это еще твой дом был? Это в ипотеке дом. Где сейчас Настя живет? Вот, демочки. Эта кастрюля. Мы посмотрим. Потому что это тоже вахта подменения стоит. Ну, если это деньги, еще пока в таком виде. Так этим мусором-то они воспользовались с удовольствием. Этот мусор они весь сдали. Почему нет места играть? А может быть не сдали, выбросили на свалт? Нет. Да, они все сдали. Ой, Господи, помилуй. Скажи, он что делается сейчас? Колотит. Просто палка бьет. Палка, да. Это может молоток у него? Не, не знаю. А молоток не маленький. Так, и вот он сколько времени состоит и бьет. Ты можешь вообразить, чтобы еврейский мальчишка стоял и минуты там или час стоял колотил? Ты можешь даже предположить, чтобы ребенок еврейский вот так болтался и он колотил и колотил и колотил стоять. Что он наколотил? Из этого пенька он ничего не выколотит. У еврея, даже самого маленького, у него определенная цель. Вот как пишет об этом Лесков, вот он открыл счет два рубля немцу-то, а дальше он собирает, где пушинка какая, подушку набрал, сдал и к армии у него все есть. А у нас, говорит, возвращается с армии и ходит в дембельской одежде, у него ничего с собой нет. Видишь, какое развитие. Ничего нет, ни гвоздя, ничего нет. Манера общения Попова-Вадима. Вадим, передавай привет, что ты можешь... Это ты лежишь на диване? Да. Детям передать. Я сам же не буду. Ну, ты скажи под привет, повернись на то, что ж ты так. Скажите. Да не люби, ну, наконец-то. Скажите. Ну, что ты не любишь? А? Подожди. Текут. Вадим. Мах уже и здесь не густо. Видишь, что, приедешь делать? Ну, что тут не мельчает. Не приедешь? Не проследуй, да? Ну, ну... Вадим, ты знаешь, что съемка идет? Ты им это говоришь. И ты хотел вот таким выглядеть на весь интернет? Вот таким? Нет, конечно. Ну, так ты почему не сел прямо, не стал говорить, какое-то поучение дать. Ну, все, глядя на тебя, в первую очередь, бука. Даша, это человек, комплекс виновности. У него прямо везде написано. Он знает, что-то будет... Какой-то бычинный характер-то. Это быковатый называется. Тебя бы сейчас брали и ты по-другому отвечал бы. Ну, нормально сел, нормальные вопросы, хорошие. То есть ты говоришь, как они в этих вопросах чувствуются превосходство их над тобою. Тебе не кажется так? Ну, да. Ну, они это говорят, как с малым ребенком. Он смотрит телевизор, не хочет, никак даже реагировал. Дайте я. Дайте я. Встаньте к Антошке. Так, это кто там стоит? Антоний. Старший твой сын? Да. Не знаю. А это кто рядом? Даниил и Матвей. Твои сыновья? Да, да. Берите. Откажите маркиза. Пченые крикнули? Маркиза, кота, чтобы подняли. Поздравление Попову Вадима и Пчелкиной Марфы на 30-летие. Будет говорить муж тост Насте, что он ей пожелает. Твой зять, любимый. Да, мой зять. Давай, рассказывай. Вадим, любимый. Не знаю. Ну, вставай. Варашка. Ну, любишь, не любишь. Ты всех не уважаешь. Ну, что ты не умеешь, не мой что ли? Ну, на руках порога скажи, как говорят. Вадим, ты вот так вот. Пошли, да? Не все. А как вы 12 лет прожили, не умеешь говорить? Да не, как вы, не мой что ли? Жили, жили, прожили, ну, скажи, на день рождения. 13 лет не теплого слова не осталось. 13 лет не теплого слова. У тебя спрашивают о 30-ти лет. У тебя нечего было сказать? Ну, такой вот я вот. Как какой? Ну, это же дата, важная дата. Люди не чужие. Видно, что тут они разговаривают, но у них везде сквозит ирония. К тебе как каким-то недоумком разговаривают. Они тебя за ровню не считают. Почему ты вот обстановку не переломил? У меня было так вот. А я что-то, ну, я в камере сижу, а он там что-то не так создал. Я помолился, я сразу подошел к нему, скажите, я вам повод дал со мной так разговаривать. А как? Вы разговариваете в уничижительном тоне. Вы желаете по чем-то поговорить, вы спросите, вы же меня не знаете. Он застеснялся и больше никогда так не говорил. То есть обстановку очень легко можно изменить. По одежке встречает, а провожает почему? По уму. Значит, ум нужно тренировать, обогащать, набирать все добро. А ты видишь, как вот сидишь-то? Не умею. Ух ты, да. Рад ты или не рад? Не умею, говорю. Нет, ты рад или не рад, что тебе Бог послал такую жену? Ответь. Да, нет. Рад? Налейте побольше. Конечно, если психиатр будет смотреть, они сразу решат, что это человек ненормальный. Это человек тяжело больной. Он или с детства, или от пьяницы зачатый, или они найдут какую-то причину. Но так нет. Ну, рад или нет, уже ничего не может говорить, ну да или нет. И тут ответа никакого нет. То есть мгновенно ты прокрутил бы шариками в самом деле. Не будь тещей, жену бы такую не получил. Прекрасную жену. Ты лучшее во всем белом свете не нашел. Ты не забывай. Ты имел до... Ты же не в заключении был. И ты ее усмотрел. То, что сейчас есть, это сегодня. Но было когда-то и другое отношение. Были поцелуи, были объятия, было вожделение. Было? Так вернись к тем временам. Найди в ней сегодня... Не сегодняшнее. Не, в ней не вижу сегодняшнего. Я все вижу. Так, дальше... Ты рад или не рад? Скажи. Как кто-то просит, тост вы просит. Вадим отказывается говорить тост. За 12 лет не нашлось теплого слова для жены. Это кто? Это Галина. Галина? Это Давыдова. Хорошо посмотри. Она ли? Да. Ну, говорит-то Марфа. А говорит-то... Даже батареи не назвал. Даже батареи не назвал. Тоже умно. Ну, ты мог хотя бы сказать несколько слов-то положительное. Я желаю вот такое, чтобы наша сохранилась... Семья. Я не знаю, что можно было сказать. Ну, 30-летие... Это дата какая-то. Отовсюду. Ни одного слова нет. Ты ставишь себя таким, что она над тобой смеется. А у нее разбитие-то... Птичье. Это моя родная сестра. Что интересно, она моложе меня ровно на 20 лет. Я 39-й год, 10 июня, а она 59-й тоже так же 10 июня. Вот. Она у меня жила в Новосибирске. На квартире очень видная такая из себя была там. Ну, фотомодель, так скажем. Ну, тоже без прося выскочила, всю жизнь мается, сходится-расходится там со своим Пчелкиным. Но только не мед таскает, а что-то другое наносит. Ну, ты мог ей сразу сказать, да, я рад. Я рад, что вот такое знакомство. Видели фильм такой есть Джейн Эйр, когда обнаруживается, что у нее родственники, и одновременно в этот же день получили миллионы, она вообще какая-то богатая. Она сразу разделила на всех, какая я рада. У меня никого не было, у меня родня. Она обнимает сестер этих двоюродных. Она не может остановиться никак, руки скинет, глаза закатит и опять. Ну, ты мог хотя бы не в такой эмоциональной форме, но выразить, что у тебя такая родня, притом очень обширная, потому что у нас здесь есть родители, только живых отца с матерью. Ты вошел в наш круг, ты мог изменить эту обстановку, а она уже назревала, а она уже с тобой разговаривает как с юродием, недоумком каким-то. Вот и так видится все. Ну, хоть одно слово. Ты согласен с этим? Да. Благодаря. А кто это? Вася. Кто он такой? Брат. Кому? Даже сейчас, ты отвечай, брат, брежь ему, Хрущеву. Брат, жене. Брат твоей жене. Ну, ты слово-то скажи правильно. Так, у тебя какие с ним отношения? Были хорошие, а сейчас не знаю. То есть, были хорошие, у тебя особое искусство портить отношения. Были со всеми хорошие, со всеми плохие. У него фамилия Василий Лапкин. Я с ним не портил отношения. Они сами испортились. Это хоть есть такая, сейчас фотография идет, сидит вот так где-то, сфотографировали, Горбачев руки поднял, нет, она сама развалилась. Речь идет о стране. Не я, она сама развалилась. Ну, если бы тебя не было, разговор бы был другой. Другие дети, другой муж. Как ты, нигде ни в чем не виновен. Тебе, кажется, не надо ни в чем-то, да. А если действительно ты хочешь начать жизнь и даже с женой, то быть должен другим. С тем, которого она знает, она на дух не хочет. Она даже пошла за человека, который не верующий, который пьет, дурные товарищи, уголовная обстановка. Я его не знаю, с ваших слов говорю. Но она предпочитает, что это лучше, чем с этим быть. Это, это уже, ой-ой-ой, как надо себя было показать. Это очень много надо было там сделать, чтобы составить вот такую биографию самому себе. Что она говорит? Соглашись, значит, жить с медведем. Да нет, она просто еще до этого еще другой предлагала и другой, пока она работала в магазине. Так что, это не первая, с кем она там сошлась. Русская, кто это говорит? Это Настя. Кто она? Жена ему. Жена. Это кто? Вот это. Давыд. Устинок. Устинок Давыд. Кто он и Настя? Брат двоюродный. Брат двоюродный. Хорошие у тебя с ним отношения? С Давыдом были хорошие, сейчас не знаю, давно его не видел. Но он сам по себе Давыд хороший? Да. И по много-много, Настя, значит. Зачем они смеются до слез? Я уже не помню. Кто скажет? Смеются это над тобой, вот в чем дело. Это все до слез. То есть, какая-то роль, недоумка, клоуна, и ты себе согласился с этой фигурой, с этим статусом. Как же так? А именинница вообще от такого тоста? А это кто? Андрей Устинов. Брат двоюродный. Ваш племянник. Мой племянник. У тебя какие с ним отношения? Тоже были хорошие. А сейчас? И вот если в этой беседе будет, он будет на той стороне, которая тебя обвиняет, или нет? Ты думаешь, как? Я-то не случайно спрашиваю. Я маленько что-то уже знаю. Я не знаю. У меня были с ним хорошие отношения. Не с ним. К тому делу, о котором мы рассуждаем, в чем тебя обвиняют. Во лжи, там детей бросил, там в зиму ушли без угля, без дров. Вот он-то тебя еще больше знает. Они тут выставили маленькую частичку обвинения против тебя, что им кажется наиболее непереносимо горьким. То Давыд, вот Давыд и рядом Андрей, они будут на их стороне, вот эти два человека, или за тебя заступятся. Не могу сказать. Даже не можешь сказать. Я тебе скажу определенно. Все против тебя. Ни одного нет за тебя. Ни одного. И при том, это не враги, и ты знаешь, что это люди очень хорошие. Слава Христа. Очень хорошие. Слава Христу, что есть такие хорошие люди. Ну не скажешь, что ты Давид плохой человек, или Андрей. Дай Бог, что они все хорошие. Это определенное тебе сказать. Не потому, что они мне родня, я без предвзятости говорю. Так что, скраснела наша. Так, это кто? Жена и Андрея. Как звать? Ирина. Какие у тебя отношения с ней? У меня с ней никаких отношений. А какая она себя, в твоем мнении? У нас Павел, брат мой родной, живет. И тот, знаешь, что он мне сказал? Павел, от которого там, ну, говорится, через винные пары проскочила. Золотой человек. Вот такой чести только она одна удостоилась. И в Потеряевке она только одна ко мне приходит помочь, что детей, как правильно воспитывать, чтобы помолиться. Именно о детях, конкретно, с целевым назначением. Прекрасный человек, я тебе скажу. И она не на твоей стороне. Отсюда нужно сделать уже вывод, что ни одного человека нет, кто бы тебя одобрял вот в этом. Они одобряют свою сестру, а сестра им наговорила очень много гадостей. Это напрасно, ты так о них думаешь, что они только по слуху. Нет, это не по слуху. Они очень много знают наяву. Пока это ты не примешь, тебе исправляться это не за чем, а ты хороший. Нигде не хороший. Но когда ты бы выслушал и сказал, ребята, скажите, в чем я не так? Они тебе высказали, ты записал все на бумагу, а ты не будешь записывать. И тогда бы начался тут помогите, я хочу быть другим. Я скажу тебе, что в житиях святых описывается про одну девицу, а ее полюбил сын губернатора, а сам-то никакой. И она возьми ему брякни, когда ты губернатором будешь, вот она замуж за тебя выйду. Скажи ты. Он приложил все усилия и стал губернатором. Конечно, звание генерала присвоили. И он тогда явился. Но она повернул назад и говорит, а теперь, когда станешь христианином, она говорит, так этого условия не было. Язычник, но у нее хороший, прекрасный раб. Он сделался зверем и придал ее на истязание, на казнь. Ты из этого сделай вывод, какой-то, что я тебе говорю. Первоначальное, что ставилось у вас на местной жизни, что потом было? Мужчина большую часть вины должен брать на себя, потому что он мужчина. Он должен ее вести. Ведущий ты. А это ни почем не чувствует. Настя, тепла много пожелал. А что ты собирается еще сказать? Скажите скорее, а твоя батарейка как-то садится. Скорее, скорее. Борюша, давай. Айонизм издевается над тобой. А фактически это не издевается. Она говорит правду. И всем смешно. И никто за тебя не заступается за столом. То есть ты вполне согласился с ролью вот такой вот побитой где-то дворняжки. Борюшенька, ты скажешь. Ну там, скорее, чури, скорее. Оставаться такой же доброй, хорошей. Это все на глазах детей. Которые понимают. Авторитет твой нулевой. Если не считать минусовой. О чем они в конце говорили? Я не расслышал последние слова. Кто расслышал последние слова? О чем? Вот это что они сейчас так горгатили? О чем они говорили? Насте пожелали. А? Насте пожелали всего там доброго, хорошего. Желали. Дальше. Теперь, вот смотрите, у бабушки Лапкиной Татьяны. Это кто стоит? Данил. Матвей. Так. А у тебя было в мыслях, что рано или поздно вот это твое поведение, отношение приведет именно к такому финалу? Ты предполагал? Нет. Что она тебе рога такие наставит? И при том она будет считать, что она права. Сейчас самое опасное с той стороны, что они хотят провести, с кем она живет, чуть ли не милосердно самарянин. Подобрал ее. То есть этот человек, не этого круга, совершенно не верующий. И он, ну давайте с их стороны поймем, что он наоборот кормит, он проще. Здесь как-то у нас было, во дворе стоят и рассказывают что-то. И Раиса Николаевна Блиникова говорит, ну и правильно сделал, что оставил, если о детях не заботится. Я ее засыпил сразу. А ты как им можешь говорить, когда она венчанная, законная жена? Как это может так? Ой, прости меня. Ты помнишь это, нет? Я все помню. Помнишь? Ну на этом тогда конец. А эта тогда пошла ее гвоздать уже там в коридоре. А вот она такая, говорю. Она уже попросила прощения. Она уже другая. Там она была судящая, здесь кающаяся. А эта еще продолжает. Теперь я на эту перевалился. Мне приходится тащить то одного, то другого. Так было? Так. Пошли дальше. Вот этот ролик, назовем его, так они считают, он с большим укором в твой адрес, с негативом. И для чего они вот это все сейчас показывают, там понятно. А это для чего? Знаю, что ты будешь смотреть. С какой целью они дальше отдельно про детей, такая идиллическая картина. С какой целью? Доказать, что Вадим дурак. Доказать, что Вадим дурак рожден от дуры. Нет, я думаю, что детям там лучше, а не с отцом. Ты не права, а вот он прав. Я права. Он прав. Мы плохие. Я тебя сейчас не спрашиваю, ты когда отправишь. Ты хочешь сказать? Подними руку. Мы договорились как. Надежда Андреевна, подними руку, я тебе там слово. Он прав, он говорит, чтобы показать, как бы ему... Смотри, какие прекрасные ребятишки. Насколько им хорошо у бабушки. Повторишь, зачем забирать? А потом ты им это не создашь. И в ребенка уже не заложить любовь к тебе. Потому что там, ты говоришь, только отрицательное было. Тебе уже с ними не справиться. И тебе их брать сейчас только на погибель. Ну, просто ломать, давить. Они уже никогда теми не будут по отношению к тебе, кем должны были быть. Теперь я спрошу, брат Севастьян, как ты считаешь? Так, нет? В данной обстановке, вот так. Сегодня их передали ему. Будут ли дети такие же счастливые, радостные, как здесь? Я могу сказать, что лучше всего в этой ситуации сейчас Матфеев, который у бабушки. Да. На что детям нужен отец? Кто говорит сейчас? Я знаю, что детям нужен отец. Это наш юрист. С детьми я летом общался. Ну, с Данилом и Антонием. То есть, занять нейтральную позицию, хорошо бы детей сдали бабушке, и она, чтобы с ними была. Так, говори. Вот, брат сейчас сказал, что летом он общался с нашими, то есть, моими внуками. А почему он общался? А почему не давали общение отцу? И почему брат даже не говорил, что они приехали сюда, чтобы мы повидались с ними? Почему он это пренебрюх? Так, ты вопрос задал, а ответь. Я взял к себе на неделю своего крестника Данила, чтобы с ним пообщаться, чтобы он у меня побыл. Так, тебя предупредили, чтобы ты не отдавал бабушке, пока у тебя он живет здесь. Да, он мог это нарушить, а по другим условиям они не давали, это крестник. В чем его вина? А это по-божьему? Нет, обожди, обожди. Ты уже вопрос задал, а теперь вопрос ему задал. Скажи, он попросил детей, ему дали, это крестник, он с крестником общается, все нормально. Но ему дали одно условие, бабушке не отдавать. Ему не надо выбирать, по-божески нет условия. И он согласился, сказал да. Он не имеет права нарушить. Это по-божески, если он дал слово, он должен его выполнить. Вот он выполнил. Так, какие к нему претензии могут быть, когда он выполнил все? И взял крестника, и знаем какая у него благополучная обстановка дома. Ну и все, конечно, если было это лето, мог бы еще и в лагерь. Но она согласна была, я тут не знаю еще, она желала сама. Могли отдать. У нас-то занятие, ты-то на работе днем. Вот так. Из этого вопроса. Это обвинение ты должна с него снять, сейчас же здесь. И больше никогда не поменять. Это не обвинение. Это я хочу сказать, что нам обвинение, что мы не хотим брать детей. А вот Севастьян такой хороший. Вот он взял, ему попросил, и ему дали. А мы не просим. У нас нет общения. Мы плохие, а Севастьян хороший. Причем здесь Севастьян? Ну а вывод такой какой? Вот вывод такой, что... Вот именно, что этим она и подтверждает, что она мне запрещает видеться с детьми. Ну не основания есть для того, чтобы говорить так? Ну как основания? Если вот она, видите, приезжал Даниил, общался, как говорится, целую неделю. И даже отцу запретили, чтобы им не давать бабушке, и отцу, чтобы они видели с ним. Но они считают, что ты для них опаснее, чем кто-то на земле еще. Ты повод давал такой? Нет. Не давал. Значит, они в этом не правы. Пошли дальше. Это дети на игровых площадках где-то. Это где они? Здесь в парке. Вот здесь вот еще моя должна была фотография быть где. Вот убрали уже там. И ходили вместе в парк. Все фотографировали. Где Барнаволе? Нет, это в Бишкеке. Это в Бишкеке? Это все в Бишкеке. Это дети живут с матерью, называется. Они большую часть времени проводят там. Это было вот 2009 год. Я там был тоже. Вот в этом парке были. Вот с этим зонтиком мы все ходили. Дане я подарил этот зонтик. На день рождения. То есть намеренно твоих фотографий нет? Да, намеренно моих фотографий нет. Этот зонтик подарил Даниилу. Это на день рождения Даниила. Во время это же прогулки. Так, ты там был, но они тебя вырезали. Да. Так, я спрошу теперь брата, обращусь. Скажи, как это рассматривать так, что нет там и его фотографии? Сначала с нравственной, с моральной, ну и с юридической стороны. Ну что, здесь не полная информация, может быть. Так, не полная информация. Она умышленная. Возможно, да. Но я хочу добавить от себя, я знаю, что Вадим очень не любит фотографироваться. Ну там я фотографировался, вот именно с детьми я фотографировался. А почему ты не любишь фотографироваться? Первое, ты согласен с тем, что ты говоришь? Да, я очень не люблю фотографироваться. Почему? Ну просто так вот. Ну не просто так, это не ответ. Ну не люблю я фотографироваться. Причина какая не люблю? Я не сильно фотогигиеничен. Как бы так вот я считаю. Но бывало так, чтобы кто-то прям хотел тебя сфотографировать? Конечно, фотографировать я не знаю. Ну было такое, что приходят фотографы, на тебя прям направляют, а ты от них не надо закрываешься. А как ты считаешь, я фотогенищен? Вы, да. А с чего ты взял? Ну вот на фотографиях вы смотрите. Вот пришел Каспришин, здесь, когда конференция батюшка была, и потом мне дал. Он мне 130 фотографий сделал. Я пошел за водой, они меня вернули еще раз сходить, еще раз полез, они со мной на голубя от нее лезут. Это не в этом дело, я считаю, не в фотогеничности. Это что-то другое. Ты должен быть сам по себе интересным человеком. И это не от грамоты зависит. Я скажу даже в заключении, бывает вокруг кого-то, как называют, рояться. Образ привлекательный создается. А бывает и, наконец-то, этом засыхает. Меня иногда спрашивают, вот через ты бы я, душа моя, переместилась в его, сумел бы поправить положение? Я даже вопрос этот не буду принимать. Я его размолочу, вот этот угол, вот, покажи туда, Володя, вот этот святой угол. И у меня, главное мое оружие, вот, у тебя, наверное, нет такого оружия. Посмотри, Володя, вот это, называется это щетки, лестовки. Я бы размолотил в течение одного месяца, ничего не осталось. И днем, и ночью. Я тебе показываю путь. Измени отношение к посту и к молитве. Наложи на себя, друзья. И все изменится. Бог поспешает навстречу к любящим его. Не просто так, для отмазки. Я верующий, пришел раз в неделю, побыл и все. Комментарий к ролику Лапкиной Татьяны. Кто его дает? Приветствую всех. Я Лапкина Татьяна. Так, кто это? Татьяна Тихонова Лапкина, моя теща. Твоя теща. Когда ты надумал жениться, познакомился первый раз с тещей, она тебе оказалась нормальной? Да, первый раз-то я познакомился с ней уже, когда перед свадьбой, буквально перед приездом. То есть ты уже ее Настю пьял обратать, и все? Настя, ее тещу-то я толком и не видел. А правильно это? Нет, конечно. Я когда с Надеждой Васильевной познакомился, просто познакомился, а родители у нее жили в Кызыле. Это Тувинская старта. Я поехал туда, я трудно на подъем, я туда поехал, и там пожил среди них, посмотрел всеми, родственниками познакомился. Я считаю, это нормально? Чтобы они знали, если что-то между нами. И между нами еще ничего не было. Мы просто познакомиться решили. Потом ее привез. Она у нас пожила там сколько, недели-две. Ну, ее влюбили все до ушей. Вот это Таня, кажется. Они Надю так полюбили, а у Нади нос приплюсит и маленький. Так они специально нос так дарили, чтобы такой нос даже был, как у Надежды Васильевны. Ты из всего делай вывод, что она была для тебя другая, но по-прежнему остается той же самой, которая подарила тебе дочь, без которой не было у тебя любимых твоих сыновей. Ты должен ей, вот этой, говорящей Татьяне Лапкиной, быть благодарен, не до гроба только, а намного дальше. И подумай, в чем ты виновен перед ней. В первую очередь, перед ней, даже не перед женой. Потому что она более первичная же им жена. Я скажу, что у нас были с ней отношения разные. Не в тему сказанное. Но отношения сейчас, я не знаю, у кого есть сестер, самые лучшие отношения со мной. Вот как мог сделать. С чем взяла она? Молитвой. И ребятишки. Она настроила всех детей, они все ко мне льнули. Даже из Германии приехали, там я им одарю книги, они здесь все у меня в друзьях, и все. Все от этого зависит. С другими не совсем. Вот у Дуси, там есть, которые даже не контактируют. А с Дусей у нас прекрасные отношения. Ну, там с Ириной вообще никак нет. Но они все заходят на мою страничку. Я каждый день вижу Миша Буряков. Тут несколько раз уже в день бывает. Так что начни молиться прямо о том, чтобы вернуть на прежнее и хорошее отношение. Через себя, не она. Измени ее, Господи, я ее полюблю. Это деструктивная программа. Самая конструктивная, так, когда виновен я из себя начинаю. Все. У меня на пути никто не мешает. Мне не надо никого спихивать, убивать. Я виновен, рогами в землю. Все. Дальше началась конкретная работа. Я сразу нахожу друзей, которые в обстановку показываемся, и теперь вместе начинаем молиться. Я ничего не делаю, не посоветовавшись. С близкими и с общиной. Ты видишь, как я пошел сюда, вся община молится. Все. Я в твое дело как-нибудь стрелял в эту обстановку хоть раз? Нет. Нигде и ни разу. А я все знаю. Вот у меня приезжает сестра здесь, и говорит, вот здесь Вадим, я поговорю, давай пообедаем. Пока мы пообедали, а Вадим в это время был здесь, и он никогда не уходил. Я говорю, а он уйдет? Я говорю, не уйдет, Дуся, а он будет здесь. Он на занятиях. Ни раньше, ни позже. Смыл сент, как будто нет. Она пошла, а его уже и нет. Я говорю, вот видишь, как Бог положил. Я не сказал, Вадим, хитрющий змей, уполз дракон. А я сказал, Господь положил, от греха избавил. Давай еще поблагодарим Бога. И Дуся легко согласилась, мы опять на 100 поклонов, ее нет. А вот Надежда Андреевна пошла, а у нее письмо у Дуси в руках. Я ей сейчас прям выйду и вручу. То есть, давай сначала помолимся. А помолились, она уже ушла назад, там неудобно. И опять все прошло. Я тут знаешь, сколько буферов истратил? Она у меня леста в коже, третий раз рвется. Я только починю ее. Все. Идем дальше. Мать, Попова Анастасия Викторовна. Съемку я делала, когда была у них в гостях. Про мусор. Но после этого прошло еще два года. Мусору было, конечно, в два раза больше. В сараине в один день я не могла заглянуть, потому что там все было доверху забито какими-то приемниками, противогазы, даже были капельницы системы, которые ставили. Для чего он их привез, просто это непонятно. От пива, этих, баночки, от пива валяются. Я как увидела, что дети берут их в рот, мне стало плохо. Стала ему говорить, Вадим, ну что это такое? Зачем ты это привез? Он что-то буркнул и ушел. Так, она правду говорит? Нет, это с пива они там ничего не брали. Это просто уже наговоры. Ну баночку, там он ребенок-то не понимает, тащит. Он не пиво пить, он просто все в рот тащит. Но она зачем бы это придумала? В рот-то там, может быть, они и брали. Как ты думаешь, если на суду вот это представят, суду это будет иметь какое-то значение? Все может быть. Думаю, что будет, потому что диск с фотографиями, которые я давал, которые я подарил Марфе, суд принесла. Это не Марфа принесла, это принес я, это мои фотографии, а не у меня. И это я сделал эти фотографии. Этот диск не только у тебя был, и он и у Насти был, и у меня также остался. Я в свой адрес не разу не получил обвинение, что я купировал что-то. Самое лживое, самое негодное обвинение в мой адрес, это я их все поместил в книгу. И в интернете тоже самое выставляю. Так это вам во вред, Бог разберется. Но еще ни разу не было во вред, концовку подведу. Люди видят, насколько выиграть искренне. И когда пришел не кто-то, а полковник КГБ у меня здесь, я говорю, Юрий Николаевич, ну вот вы считали верить, он говорит, это не то слово, я сам участник. Ни одному слову не было, чтобы засомневался. Следователь даже, когда был, говорит, вот тут расхождение явно, они говорят, так, так, кому верить-то? Я говорю, им верить, потому что я давал сотням людей, а он от меня один получал, от кого получил магнитные записи. Им верьте. Следователь опять остался ни с чем. Понимаешь, у тебя в обратном порядке все идет. Ты вот все, что показали, в чем себя признал виновным, практически ни в чем. Они лишились святого человека. Такое впечатление может создаться. Ты перемени эту обстановку, подход к самому себе. Все, что они говорили верно, как Пимен Великий, на него нападали, ну ты злодей, ты там такое, ну ему говорят, ну ты можешь ему запретить, Пимен Великий. Он говорит, все лгут. Один он правду сказал обо мне. Вот подход какой может быть. Он сказал, есть такая поговорка, враги нам, лучшие друзья. И не тот правду скажет, кто мне дамажит, а кто правду скажет. Они говорят, это сегодня может быть по нелюбви, по ненависти к тебе. Но ты этого повода дал или не дал, чтобы они сделали с лжесвидетелями, лживыми такими. Не ты ли их такими сделал по отношению к себе? Я вот думаю, да, это так ты. Я тебя знал. Ты у Павла когда ночевал, я тебя там мало знал. Еще даже нить бы это было, это все. Какой ты трудный на подъем был. А я иногда приду пораньше, раздетый, без рубашки, я тебе бы говорил, ты это не помнишь? Я говорю, а что же ты так спишь, в один присах? Уставайте маленько раньше. Солнце где, лагерь, два часа действия, то вы все, лежите на боку. Спящему ничего не прибудет. Кто, Бог дает кому, то рано встает, дружок. И ты вот это все, вот даже в этой позиции ты можешь начать изменения. Я уже давно начал изменения. Они этого не знают? Они не знают этого. Бог знает. Вы его общение, вы тоже видели там на пленке, как он жену свою поздравил с 30-летием, как я хотела взять у нее интервью, скажи что-нибудь, привет какой-то моим детям. Он ничего на это не ответил, даже за подарки не поблагодарил, ни за что. После этого я попросила детей ко мне. Я послушаю поближе. Потому что Настя с утра до вечера на работе, еще она и училась как раз. Дети предоставлены сами себе. При мне он вставал в 12, в час дня. Раньше он не вставал. Минуточку. За работой я его, конечно, не видела. Он всегда, всю жизнь привык жить на халяву. Ничего не делать. Так, вставал во столько-то. Она придумывает это или правда? Это, конечно, придумывает. Вставал в 9, вставал в 10, там было такое, да. Но в 12 никогда не вставал? Ну, это бывало, что днем, если еще бывало, прилягу, конечно. Зачем ты, как, днем приляжешь? Ну, такое вот у меня было состояние, да, грешен в этом. Я такого не знаю. Этих слов в Библии нет. Но такое у меня было состояние. Но чтобы до 12 часов я никогда не спал. У меня жена. 40 с лишним лет живем. И она ни разу не видела меня лежащим. Ни разу. Я бы считал себя за позор. В камере подъем в 6, я всегда в 4 вставал. Раньше никогда не вставал. И ни один меня не видел лежащим в нем. Ни один. Я почему-то не ложился. Понимаешь, это от тебя зависит. Новая камера, 32 преступника. Они ни один, меня на горшке не видели. И говорят, так он ходит в туалет или не ходит. Понятно? Все распределено. Вот ребята у меня сейчас живут тут, Володя. Возьми у него, направь. Кто у нас съемку-то ведет? Покажи ему. Это Володя Пащенко. Вот сюда выйди, тебя плохо видно. На свет, чтобы было видно. Он у меня живет. Он сирота. Приехал с Урала. И живет Вася. Вася, подойди сюда. Вот этот юноша и его родители уехали в Грецию. Фамилия Плотника, по отцу, а мать Куюмщиди. У вас пять ребятишек? Да. Да. Он сейчас приехал с Греции. Получает, тут я не пойму, заграничный паспорт получаешь? За грамм паспорт, да? Да. Ущество в медицинском университете. И у нас ни разу не возникло, ну, как вставать. Днем никогда никто не ложится. Если ты сильно уставший, то, откинувшись, можно подремать, там, минут 15. Утром в 4.40. Как часы. Меня Бог награждает такими людьми, я их не искал, они сами пришли. Его пугали. Ты у Игнатия жить? Да там заморозит, там заморит. Так было? А уже два месяца прожил. Это немало. И вот уже считают, это чего-то ты, Вася, стоишь с Игнатием. Два месяца прожил. Вот штука-то какая. Но, я попутно спрошу вас, тебе большое тягость, что ты живешь со мной? Нет. Ты можешь показать его, что ему нетрудно жить? И мы готовим, и по переменке сегодня, он готовил вчера, вон до этого месяца я готовил. И куда пойдет, он в дверь, он только подходит, помолится. Мы сразу сгрудились туда, помолились. Второй уходит, опять меня зовут, мы опять помолились. Я вчера таюсь от них, надо помолиться. В другую комнату гляжу, этот соскочил, здесь уже молится. Нам кто не постучит, молится-то. Я ребятам объявляю, мы сразу раз на молитву. У тебя было такое? Ну, тогда не было, когда я там жил. А сейчас? Когда уехал в Бишкек, вот все у меня изменилось. Не с кем. Найди такие друзья, это как я нашел. Не я нашел, Бог мне нашел. Он меня любит. Ты знаешь вот этого человека, вот стоит с бородой седой, он сзади, посмотри на него. Кто он? Дядя мой родной. Твой дядя родной. Как ты думаешь, у кого большая дружба? У меня с ним или у тебя? У вас. А почему? У меня родственная, у вас дружба такая. У него нет ни одного дела, как у меня, о котором мы друг друга не известили, мы не стали вместе молиться. Мы не просто друзья, мы братья во Христе. И между нами никогда ничего не возникало. Ему я посвятил даже стихотворение заканчивая христика. Там Виктор даже, кажется, положил на песнопение. Да. На музыку. Вот слушаем дальше. Можешь отдать. За чей-то счет. И сейчас он хочет. Ему дети не нужны. Он просто хочет, чтобы Настя ему платила элементы и детей забрала обратно. Матвей, после того, как он уехал, живет у меня. Он ни на день рождения, никогда не позвонил, ни полкопейки не дал. Хотя знает наш адрес, телефон, жил здесь. Мы его кормили, поили. Он сказал, что приехал на заработки. Работу ему, какую не найдут, он все боится. В шахту он боится, там пыльно, аллергия у него. В Москве он потеряется, на севере он замерзнет, везде ему все плохо. Он неоднократно Настю просил сдать почку ее, чтобы, раз ты здоровая, сдать почку, мы хоть как-то проживем. Деньги, кредиты брал, на Настю все оформлял и проигрывал в интернете. Настя неоднократно сдавала кровь, чтобы как-то выжить, чтобы что-то. Он что только не предлагал, вплоть до панели, ты ее нашла бы себе, и вот он бы нас содержал, и мы бы жили. Я думаю, что он и сейчас не против, если бы они его взяли, там комнатку ему отделили, он бы жил с удовольствием. Ему кому-то надо присосаться, жить с кем-то, добавить, что он запретил сейчас вывозить детей сюда, ко мне. На фотографиях там видно, как дети у меня отдыхали, как им нравится здесь. Хотя сам он ни разу не сводил их в парк, он их возил только на помойку, на мусорку. А здесь они и в парк неоднократно их возили, и вообще и фрукты, овощи, бассейн купались. Здесь им нравится. Прочитала я в протоколе, что он Матвея определил бы в спецшколу, но по-моему в спецшколу надо определять его. Немало, конечно, усилий я приложила, чтобы его научить читать, писать. Он сейчас учится прекрасно, отлично. У него одни пятерки носит. Ему очень нравится учиться. И, по-моему, читает он лучше Вадима, потому что сколько раз я не просила, Вадим, почитай ему, позанимайся с ним. А я буквы забыл, то не помню, все какие-то такие вот тупые шуточки непонятные. Ни к чему это непригодный человек. Когда жил у меня, говорил, что если с Настей что-то случится, Матвея я оставлю тебе. Потому что, ну, такой вот Матвей, он неординарный, он шебутной такой. А почему можно узнать, что-то случится? Почему-то постоянно они ждут, что с ней что-то случится. Но я ему сказала, что я всех не отказываюсь, чтобы детей не разучать, пусть они будут все, если ты так уже ждешь, что с ней что-то случится. Он, даже живя в моем доме, пытался меня выгнать из моего дома. И сейчас ему дети, конечно, не нужны. Потому что он не хочет платить элементы, хочет на Настю подать элементы, чтобы она платила ему. А детей пусть она хоть сразу же их забирает. Я душил подушкой ее. Этого никто, конечно, не знает. Она это на всеобщее обозрение не выносила, все терпела. Потому что я всегда говорила, разводиться нельзя, это грех, надо терпеть и жить. Но всякому терпению, видимо, приходит конец. И слава Богу, что так, не хуже, что вышло. Я также могу заявить, что дети и бабушки не нужны. Почему? Потому что здесь, вот Матвей уже живет почти два года, ни разу, ни одного звонка, ни от бабушки, ни от него. Я ездила к ним в Зиме и Нагорск, неоднократно в гости, навещала внуков и привозила сюда. Я четыре границы проходила. У меня все карманы выворачивали, проверяли, как это тяжело проходить границы. Бабушка же, рядом под боком, он мог ее привезти, отвезти, она не захотела. Она сказала, я порога не переступлю к ним. Вот такая бабушка. И зачем? Она даже и не просит их туда. У него нет ни своего, ни дома, ни квартиры, ни машины, ни гаража. У него, он гул, как сокол. На справку предоставил, заработной платой 4 тысячи, когда ему алименты начисляли. А сейчас, когда он послал, подал заявление, чтобы отобрать детей, у него уже сразу 15 тысяч появилось. Ну, если, Вадим, ты увидишь это видео, я хочу, чтобы ты знал, что ты можешь судьей, всех, кого хочешь ты обвести вокруг пальца, ты так приучен к этому, но Бога ты не проведешь. Запомни это. И когда-то тебе придется умирать и отвечать перед Богом. Какое ты зло нанес. Ты знаешь, что здесь Матвей больной, как мы здесь крутимся, выбиваемся, чтобы как-то что-то, его нужно лечить, ты ни разу не позаботился, не позвонил, не спросил. Ты послабый, если так позаботиться, хоть сколько. Ты полкопейки не дал. Вот это все. Благодарю за внимание. Этому конца и крайне нет. Можно рассказывать очень много и долго. Тут столько таких историй, что за раз все не вспомнишь. Простите. Так, ролик кончился. Так, что она говорит насчет почки? Это вранье все. Ну, когда-то было, хотя по трезвости, по пьянке там сказали. Нет, никакой пьянки не было. Нет, никакой трезвости. Не было. Мадушка тоже это все вранье, это все Марфа может опровергнуть. Она сама, Настя ей сказала, говорит, это мы просто игрались, и я хотел на него наговорить. Это может у меня есть свидетели, это может опровергнуть эта Марфа, что я ее душу подушку. Ну, не важно. Они говорят лодырь. Ты с этим согласен? Ну, не знаю, как лодырь. Ну, вот сидит. Так, ладно. Все, не лодырь. Ты как считаешь он? Лодырь или нет? Дядя родной. Я не могу сказать, что он лодырь. Так. Но, что леность есть, она в каждом человеке есть, и в нем в какой-то мере она есть. Это измерит только Господь на страшном суде, но назвать его лодырем я не могу. Не можешь, да? Ну, ты мысленно представь, что ты отец вот этого семейства, и ты бы постарался, вот как они говорят, не прислал денег в такое время где-то, по-другому поступил бы, или вот так же, как он, по этому стандарту? А куда прислать? Он там был сам. Вместе с детьми находился. А про что она говорит? Не знаю, о чем она говорит. Это говорит про это лето, когда Матвей уже там был. Я сам не знал, я только узнал осенью, что Матвей там. Трудно вас умерить, потому что от вины твоей никакой ты не знаешь и не признаешь. А чего тогда? Вопроса никаких и нету тогда. Они здесь как бы присутствуют люди, тем более мы помолились. Ты дома еще растереби себя как следует, по-малому, как говорится, нашинкуй. И поставь себя. Я виновен, и на этом все. Да я виновен, я в этом не отрицаю. Я виновен во всем, что плохо относился к Насте, к этому все. Но то, что мне много говорят, я абсолютно не согласен в этом. Это наговоры. На наговоры-то из чего они эти выходят? Ну, Настя, видимо, она говорит, что почку сдать душил, там еще что-то. Ой, Господи, пристал. Ну, что сказать? Я к этому не могу добавить иного. Вот если у псалмопевса Давыда одно выражение такое, я его сейчас оформлю, покажу. Вот посмотри, Вадим, прочитаешь, понравится оно тебе или нет. Считай вслух. Не дай уклониться сердцу моему к словам лукавым для извинения дел греховных вместе с людьми, делающими беззаконие, и да не вкушу я от сладостей их. Нет, от сластей. Вот не дай уклониться сердцу моему. То есть оно уклоняется к лукавым для извинения дел греховных. Извинение, не виноват, маленько, да пошутил, да сказал, и все. Безумный, говорит, бросает стрелу, а потом говорит, я пошутил. Такое и есть выражение. Ты повторяешь то, что было тысячелетия назад. Вот твое сердце не уклоняется к словам лукавым для извинения своих греховных дел. Нигде такого не чувствуешь с тобой? Ну как, ну греховный, я виноват перед Настей, я этого не, как бы... Да не перед Настей только. Вообще, вот эти слова, они будут когда-то перед нами стоять во весь рост. Ну, это не очень впечатляет, я могу больше сделать. Вот посмотри, как это выглядеть будет. Вот, сейчас я тебе оформлю его более крупно. И спрошу опять, вот это тебя касается, нет? Давай, считай, снова. Не дай углониться сердцу моему к словам лукавым для извинения дел греховных вместе с людьми, делающими беззаконие. И да не вкушу я от сластей их. Это вместе с людьми, делающими беззаконие. Вот беззаконники, они все время самооправдание называются. У тебя это есть самооправдание? Так сказать-то... Ну, ты когда-то эти слова читал, нет? Ты видишь, что это 140-й псалом, 4-й сих, это не я сказал, это сказал Давыд, вернее, не Давыд сказал, это Дух Святой сказал. Это опасное состояние. Вот в этом состоянии покаяния нет, прощения нет, спасения нет. Впереди раскрывается пропасяда. Притом, самые незначительные грехи будут. Я виновен, я подал соблазн. И на этом все. И разговора дальше нет. Дальше я исповедуюсь, причащаюсь, спащусь. Все. Теперь меня судят вчерашним. Они ничего не понимают. Меня вчерашним судят. Я, как говорится, я исповедался. Прошу прощения. У Насти прошу прощения, что все это, как говорится, постоянно. Стараюсь примириться. Но Вадим, который сегодня вот здесь сидит, он оправдывает Вадима вчерашнего. Вот в чем беда-то какая. Для извинения дел греховных, они уже сделаны, эти дела. Ты их, ну не оправдываешь, ну ты, ты не виновен. В общем-то, ты нигде не нашел себя, чтобы сказать, да я виновен, меня судите, и я по полной катушке буду это все переносить. Ты везде какие-то, да это не так, маленько сказали, не так, да это так. То есть у тебя нигде ничего нет. Вообще-то все нормально. А потом... Не все нормально, я имею ввиду, что... Так, да, я тебя не сужу. Я говорю, сегодняшний Вадим, как относится к тому Вадиму вчерашнему, о котором они говорят. Они могут судить тебя вчерашнего, они не знают, что ты сегодня ночь проплакал. Это наша вина, беда, когда мы судим вчерашнего. А он не такой, и дальше, он не платит десяти, но он начинает там, помнишь, ставил фарисей такой, он судил его, которого знал, но когда он просит прощения, это другой человек, его вина-то вот, чем заключалась. Это может быть так, что они все, собравшиеся здесь, они говорят о тебе, а ты другой, ты в слезах уплываешь теперь. Но они-то знают, что ты сегодня тот же самый, что вчерашний-то. Вот в чем суть-то. Теперь, да не вкушу от сластей их. О каких сластях он говорит после всего этого? То есть за тем, что самая правда сначала, какие-то сласти есть. Ты задумался об этом стихе? Так, брат, разъясни. Смотри, да не уклонятся, не дай Господи, оно уклоняется, но ты не дай к словам лукавым, для извинения, дел греховных. Это все, когда дела греховные защищают. Чтобы не было самооправдания. Да, чтобы я вместе с людьми делаю, чем беззаконие. Они делают беззаконие, и слова лукавые, 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 это сам лукавый, сатана, как лук изогнутый. И да не вкушу я от сластей их. Вот это что означает? При чем тут сласти? Но впереди мы разобрали. Действительно так. Это плохое дело, оправдать себя. Ну, когда они себя оправдали, они считают себя правыми, наслаждение в том находят. Они остаются в том же состоянии. И это им приятно. И это сладости они остаются. И все неправдой заработано. А что я буду отдавать? Это мое. Я посещаю в камере человека. Суртаев Николай. Священник Хитманова. Ну, теперь он там, Коля. Ну, он присвоил дом, то другое. И я ему говорю. И это в газете потом напечатают. Ему проповедник Игнатий Лапкин, там, миссионер, говорит так. Это все надо отдать. да, это не мое, надо отдать. А когда он вышел, Игнатий говорит, он тут же опять повторяет следователь, ну, как я отдам, когда это мое? Вот такая советская логика, говорит. Если уж я взял, то назад не отдам. При мне он соглашается, тут же сидит следователь. И он, ну, я сначала побыл Игнатий, этого, Антони, побеседовал с людьми, то есть я разузнал, не просто так. И вдруг, его сестра приходит, и к нему я иду в камеру, ни один человек не имеет этого доступа. Потом я к прокурору края иду. То есть я принял самое деятельное участие. А он против нас учил в это время. Но покаялся. Я специально говорил, что у вас икон нет, у Божьей Матери не пришли, чтобы к вам люди не ходили. Будучи священником, он умыщенно лгал, и потом только сказал и покаялся. Ну, у тебя, в чем ты приносишь хотя бы покаяние? Я уже подогрел куд тебя это. Иди одень. Так он же там полно тапочек. Ты садись, понятно? Потом простынешь и все. Вадень. Ну, там полно, куча тапочек. Вася, а почему ты не предложил тапочек? У меня вжидит, Петон. Валя, у тебя шкурка лежит. Надень, ты что делаешь? Я не вижу, прости, пожалуйста. Тебе не кажется, что это стих надо хорошо звучить? 140-й, Псалом 4-й стих. Чтобы сердце не уклонялось. И вот эта встреча сегодня, она больше никогда не повторится. Мне это совершенно не надо. И чтобы встреча произошла, я выпросил ее у Бога. Ты знаешь, сколько лет я ни разу, нигде не вмешался. Ты согласен? Да. Нигде. Никак. Ни на той, ни на другой стороне. Но когда вот это появилось, я усилил молитву. И вдруг у меня ответ, собрать вас всех сюда, да? Я только вспоминаю наши беседы в поле, в лагере, когда мы были, мы подходили к вам, просили молиться о семье Поповых, о Вадиме, о Насте. Когда она в очередной раз ускакала в Бишкек, к матери, вот, и вы говорили, ну что тут сделаешь? Вы как бы высказывали такое предположение, пророческое такое, что вот, да Вадим ее оставит, а она надоест ему быстро, и он ее оставит. Но вышло наоборот. Она как раз выскочила. Так вот она выскочила, потому что сначала Вадим ее оставил. Да куда он оставил-то, когда они вместе договорились, чтобы поехал на заработки, у них другое. У них другое. Да какие заработки? У них детьми уехал-то он. Почему они под квартиру, я вопрос в прошлый раз не решил. Под твою квартиру они подъехали. А кому он задолжал? Где взял деньги? Сейчас ты молчи, ответь. Под мою квартиру никто не подъехал. Откуда такая молва была, что он сбежал отсюда от кредиторов? Было такое? Это было тогда, когда Настя первый раз уехала к хорошей маме Тане. Второй раз она уехала. Вадим раз съездил, привез ее. Второй раз она опять съездила туда. А когда третий раз она поехала, он привез ее обратно. И вот в этот момент у них вот этот киосок весь обокрали. Все вынесли полностью. И вот тут вот тогда начали приступать, что надо деньги отдавать. И Настя говорит опять-таки обманным путем, что она там с кем-то договорилась, а кто-то у них там знакомый работает на заводе. И Вадим будет работать на заводе. И мама, мы эти деньги будем возвращать сюда. И все. Маслом писанная картина. И они быстренько сели и уехали. Но, когда приехали, что Вадим? Работы нету. Обман. Все. Должник делается рабом-заимодавцем. В Библии не случайно это говорит. Я молилась о Богу. И Господь Бог мне буквально через две недели, где-то приблизительно, посылает хорошего моего знакомого человека, который советует хозяину взять меня технологом. И я устраиваюсь к нему технологом. И объясняю ситуацию этому хозяину, в какой я ситуации сейчас нахожусь. И он платит за меня эти деньги, а я потом ему отрабатываю. Это чудо Божье. Это чудо Божье было. Это просто чудо Божье. Это чудо Божье, что я уехал туда. Это все было как бы промысел Божий, Игнатий Ильич. Что я уехал туда и там остался. Это все по милости Божьей. Потому что даже когда я там молился, я нашел там работу в столярке. И, во-первых, я научился столярному мастерству. И это было как раз на крещение. Я помолился в церкви. Как бы батюшка нас осветил. И буквально через час, когда я пришел домой, мне сразу предложили работу. Так, почему ты не хотел получить специальность, такую, как у меня строительная специальность? Какой-то киоск сидел там. Ну, почему у меня была специальность? Я токарь и водитель. Ну, почему ты не пошел, как у нас Миша Коряковцев? Работает токарь. Просто его рвут на части. Он нужен работник. Ты бы повышал специальность. Вот Александр Иванович Устинов, там токарь высшего разряда, 10 детей, 10 детей кормил. Это выгодно и платят хорошо. На стройке, ты посмотри, сколько платят. Я всю жизнь проработал строителем, там печником, плотником, камешником. Я ни разу не пожалел, что у меня такая специальность. Зачем тебе это нужно было в киоске сидеть-то? Я в киоске, это кам-каме назвать, я еще ни разу ничего не покупал. А когда-то ими было облеплено буквально все улицы. И когда ты этим работал, я тебе уже тогда говорил, ой-ой-ой, какие тебя ждут неприятности. Не послушался. Я говорил тебе, ты знаешь, как я против вот этой вот спекуляции. По-другому не взял. Раньше спекуляция была просто. Берешь по одной цене, ты же там, ну что, взяли сосиски, переварили, заварили, теперь продают. Давай. А первые киосы, когда они открыли, были там Люда Петеримова и Света Петеримова. Помнишь? Вот. Началось из чего? Зарождение. Да. Зачем тебе это надо? Ну, как? Зачем тебе это надо? Ну, Игнатий Тихон, почему вот он этим путем пошел? Потому что поддержка была такая. Да, у вас. Я считаю, что человек, как апостол Павел говорит, чтобы трудились своими руками, дабы было из чего уделять нуждающим. Со своими руками. Руками? Ну, тогда еще переходное время было с СССРовское, тогда и работы толком-то не было. Заводы закрывались. Ну, а стройка всегда работала. На стройке всегда. И на стройках тоже самое. Такая же ерунда была. Стройка никогда не прекращалась, и количество квартир столько же было. Ну, короче, я не прораб уже. Скажи, какую черту подведем под этой беседой? Мы сейчас будем молиться опять. В первую очередь, ты не обиделся? Нет. Что я разговор этот устроил здесь? Я только вам благодарна. И когда Вадим пошел на это, говорит, мама, вот то, что мы... Я сейчас сразу подаю этого адвоката, нанимаю, чтобы насчет детей, потому что я посмотрел, дети гибнут. Дети гибнут. И тем более ваша сестра Марфа начала говорить, что да, дети гибнут, плохо им там. Это Севастян только говорит, что детям хорошо без отца. Если Бог даст... Я этого не говорил. Он сказал, что хорошо... Подожди, подожди. Остановись, остановись. Верни слово свое обратно. Верни назад. Брат еще не ушел. Он этого не говорил. Матвею хорошо у бабушки. Ну, это другое дело. Я сказал Матвею в этой ситуации лучше всех. Да. Потому что он у бабушки. Потому что он у бабушки. Отца не видит. Хорошо ему. Нет. Эти слова не надо переначивать. Я не добавлял. Он отца не видит, ему хорошо. И что он Васю за отца зовет тоже хорошо. Это лучше, чем то, что есть. Вот что он хотел сказать. Это лучший вариант из того, что сегодня. Я так понял? Да. И когда он... Хорошо, я его понял правильно. Почему ты не так поняла? А в общем, это отношение... Вариант из чего? Значит, отец... Получается, с его слов, тогда отец получается очень плохой. Значит, в данной ситуации... Вася лучше отец, чем я. В данной ситуации не просто отец плохой, а хуже некуда. Не, ну получается, Вася тогда лучше, что ли, отец? Получается так. Судя по тому, что есть. И как они о тебя знают. И они сделали вывод, что Вася, бабушка, несравненно лучше для детей им воспитываться, и как они за ними... Это они так решили? Это Бог так решили. Ну да, это они высказали. Так, теперь говори, мама. Это получается, что вот Бог, которого дал... Вернее, Вадим, Вадим, у них отец. И вот Бог дал этих детей. Ну, плохо Господь Бог это сделал, да? Плохой отец. Это получается, как у нас ропот на Бога, да? Что мы... Господь Бог неправильно сделал. Он негодник, он нехороший. Он нехороший. Он нехороший. И жена тоже, значит, на него. А как тогда Богу-то угодить-то? Да, ты хода, подожди, ты совсем не в ту степь гонишь. Почему не в ту степь? Значит, при чем тут Бог? Я тебе поясняю. Один мужчина несколько. Одна молитва, другая соединяется. Господи, ну почему так? Вот знакомый, девушка, ну ангел, ангел. Как женился? Ну ведьма и ведьма. И будто бы кто-то получил ответ. Я сотворил Деву. А женами, женщинами вы их делаете. И потом получаете то, что вам надо. Так и здесь. То есть Бог дал детей, это заложено в человека, произвести. И о какой ты будешь, это уже от тебя зависит. Я хочу только одно сказать, что когда Вадим сказал, что я подам на детей, на детей, будем судиться, потому что не разрешают ни мне встречаться, ни Вадиму встречаться. А я тогда только встала на молитву и говорю, Господи, вот это вот, сто процентов, только вот вся твоя воля, твоя милость. Вот как ты рассудишь? Вот как тебе угодно? Решение суда примешь беспрекословно? Спорить не будешь с решением суда? Я, естественно, нет. Все. Все на милость Божья, все на милость Божья. Мы только так и молимся. Мы будем молиться так. Ты заявление не хочешь забрать на сад? Нет. Нет. Тебя уговорить не надо в этом? Нет. Нет. Поэтому вопрос от остального решен. Мы только будем молиться, и то решение, которое суд примет, ты его прими как от Бога. Да. Мы против объединения. Но когда батюшка поехал, я сказал, будем молиться, и какое решение бы там не приняли, а приняли не то, какое мы хотели. Мы подчинимся, чтобы Бог смирил нас. Я просил об этом, чтобы мы не забунтовали. А у меня записано это все. Так было? Я хотела сказать вот что. Так. Мы все давно уже молимся об этом. И молимся о том, чтобы детям в первую очередь не та сторона, не эта сторона, оба виноваты. Но детям, чтобы было хорошо. Как в этой ситуации, чтобы детям было хорошо? Как это? Как определить? Как мы? Мы Бога об этом просим. Если там детям плохо, если там чужой этот человек, там не ясно все. И Настя тоже лгала много. Это ясно. Но если меня очень тревожит. Вот, вот, а если ты сейчас выиграешь суд, Вадим, и детей тебе предоставят. Скажи, как тогда? Тебе надо работать. Ты с утра до вечера будешь работать. Мама, она говорит, а мне тоже долгов у нас много, надо отдавать. Ты тоже будешь работать. А кто будет воспитывать детей? Воспитывать будем. А что, по вечерам я прихожу с работы, у меня так же свободное время. Дети еще маленькие. Ребенок не с вечерами. Такой ребенок с вечерами. Суббота, воскресенье. Если, понимаешь, обвинение очень важное против тебя, это, Вадим, как тогда, а если ты совсем никакой будешь их детям, а кто будет воспитывать твоих детей? Я и буду воспитывать. А кто еще будет воспитывать? Ну, а как ты будешь воспитывать, когда ты на работе? Так будешь воспитывать. Опыта-то никакого положительного. Да почему у меня опыта нету? Есть опыт у меня. Только отрицательный опыт. Ну, это с их стороны отрицательный опыт. Я жил в Бишкеке, двое детей ко мне приходили, ночевали, все. И очень хорошие отношения у нас были. Хорошо, ты говорил, дети, я забыл буквы, не знаю, какой ты воспитатель-то. Ну, это было, да, так. Какой воспитатель? Они были ночевали, это не воспитание, были ночевали. Мы с ними читали Библию. Я согласна, что ты работаешь, ты сейчас работаешь, все нормально. Ты будешь зарабатывать деньги. На детей я уверена, что ты сможешь заработать. Но воспитывать, кто их будет? Ну, подождите, да, она так же работает, и целыми днями ее нету. Кто их воспитывает тогда, получается? Сидит бедный самарянин и воспитывает их, что ли? Его тоже нету. Я об этом... Я вам так же говорю, что если Матвей еще маленький, он пока может в садик поступить, куда-то там, на подготовительную. Ну, в школу ему, уже в этом году в школу. Данил уже ходит в школу. Он пока до обеда, там, или с обеда в школу, потом он пришел домой, конечно. Ну, я так же воспитывался, мама работала, я так же жил. Приходят со школы, делают уроки, вечером родители приходят. Суббота, воскресенье, выходной. Правильно? Приходят уроки проверить и все. Ну, а как, конечно. Это очень большое внимание надо делать. Ну, а почему я так же могу проверить уроки? Я Антошку ходил, три года я его ходил в школу, водил. И так же и уроки проведил. Нет. А то скажешь, возьму жену, будет ухаживать за детьми. Нет. Я венчанный. Отлично. Так-то у него желание, я вот слышу все время, что желание-то есть. У тебя ничего не получится. Я думаю так, что никакого воспитания детям не будет. И создать условие, какое там есть, тебе не создать. Сегодня оторвать, оторвешь. Но кроме этого, в самом ребенке еще что. Его мнение не буду спрашивать, он несовершеннолетний. А его тебе уже не переломить. Ничего не сделать. Воспитание никакого от своей стороны, я даже не предполагаю, даже гипотетически не могу допустить. Какое воспитание, когда ты совершенно невоспитанный? Неграмотный, ленивый. Ну это ты уж сам соглашаешься. Я не говорю, нет, я скажу ленивый, духовно ленивый. Он на работе-то работает. Он даже никогда не записывал, нигде ничего нет. Он за всю историю нашу ни одного вопроса не задал. И меня спрашивают, какой, Вадим? Да никакой, духовно нерожденный, мертвый. Такая же Настя. Это два грешника сошлись, и хоть, поверь, через ворота никто никого не перетянет. Вот и все. Сошлись мы не по благословению свыше. А тут человеческое уже все устроилось так, чтобы повенчались. И ни у той никогда не было стремления, ни у тебя, ни этого ничего не было. Духовно ты не сделался родным и близким верующим. Я уж не говорю там о Христе. Ты просто не знаешь этого. Я тебе не раз говорил, Павадим, ты сидишь на занятиях в университете, приходишь. Почему никогда ничего не записываешь? У тебя хоть один листик записан был? Да был. Был. За сколько лет ты ходил на занятия? Первое занятие сколько там? Пять лет шли? Пять лет ходил? Да. За пять лет один листик. Можно университет кончить с одним листиком? Нет. Ну какой ты воспитатель? Ты бы сказал, что может как-то обстановка изменится, мама не будет ходить на работу. Она будет ходить. Мама не будет ходить на работу. Почему она должна быть ходить? Ну, я не советчик вам, потому что авторитет мой никакой для вас тут. Но я бы сказал так, что ты никаких решений не принимай, заявление пока забери, пока не выпросишь ответ у Бога. И какой ответ ты получишь, так и будет. Чтобы сейчас за экспертизу вам тысячи не платить, отложить. Отложить, дальше Господь покажет. Ну еще раз прошу. Вот она сказала... Я помолился, прежде чем подать иск, я помолился Богу. Ты разы перекрестился и пошел? Нет. А как? Я некоторое время все молился и просил Бога, как мне поступить. И ты считаешь, что поступил правильно? Я считаю, что с остальными. С кем советовался? Из людей. Видишь, ты долго думаешь, я могу заранее сказать, не советовался, иначе что бы ты думал-то. Ты сразу сказал. Мне, когда выезжать с лагерем, я советую со всей общиной. Любое дело я выношу буквально в интернете. А я сказал, я помолился. Ты так не думай. А я тебе совет даю, который никак тебя не ущемляет. Забрать заявление. Право подать тебе в любой момент будет. А пока найди своих близких друзей и скажи, я прошу вас помочь мне молиться. И Бог прорисует обстановку, за это время что-то будет. Как это будет? А как, я не знаю. Вот просто я не знаю. У меня нет знания этого. Я не пророк, повторяю еще. Но я знаю, что торопиться нельзя. Без совета дело не состоится. И подключить. Ты согласен, молиться был бы об этом? Конечно. Конечно. Ты... Игнать Тихонович, пока мне, по крайней мере, если суд присудят, мне хотя бы присудят, с ними видаться. Я хоть детей буду видеть. А так я опять не буду видеть их. А про это видаться ты можешь подать. Но речь идет сейчас не о видателе. А мне суд всего скорее это и присудит, чтобы только видеться детьми. Чтобы хотя бы ее принудили, чтобы она мне давала с ними видеться. То есть мой совет не принят. Но я больше ничего не... Игнать Тихонович, ну а как, ну... Так, как я говорил, что забрать. Сейчас не надо. А суд так решит. За суд не решай. Суд может такое решение дать, как у меня. Присуждает, что он был, а деревни два года не было. А я в школу заходил, отталкивал. Лучше сказать адвокат. Лучше никто меня не защищал. И первый провал был именно на нем. Почему? Бог повел по-другому. А я, однако, возблагодарил Бога равный. Из-за брата Себастьяна, который у меня был защитником там, как представителем. Ты здесь сделай так вот. Забери это заявление. Это мой совет тебе прямо. Большой совет. Ну правильно, тут ваша сестра все... Ну ты что? Ты не жаль думаешь, что я... Вы заступаетесь за свою... А подожди, пока не говори. Так, у кого представление сложилось такое, что я говорю это из-за того, что она моя сестра, я заступаюсь. Давай дядю спросим. Тебе кажется, что я только потому давлю туда, что... Это уже получается давление... И теперь говори, Надежда Андреевна. Почему вы предлагаете взять заявление? Вы же сами говорите, что мы молимся. Да. И как Бог устроит, пусть так и будет. Вот тогда и подавать или не подавать будем молиться. А уже подано, уже подано. Это неверно подано. Ну неверно или верно, но мы молимся. Да я знать не знал, что у меня... И процесс подвигается. Ты меня на полпути захватила, когда уже сами все опормили. Вы мне не сказали, что подаете. Я об этом не молился. Я отказываюсь молиться дальше, потому что это все против идет. Я сам против себя не могу идти. Порядок такой. Ты забираешь заявление. Поблагодаришь Бога, что я суть не разобрал. Поэтому никакой экспертизы нет. А дальше начинаем молиться, стоит ли подавать. А впадав по датам заявление, пока свидание речь вести. Я на твоей стороне. Мы деньги-то уплатили. Ну и все, пропали деньги, это легче намного. Еще столько же, да, потом платить. Это ваше дело. Можете не делать, платите. Вы заплатите больше стократ. Тут такой момент, что его... Почему они на экспертизу подали? Потому что его обвиняют. Что он бил по голове детей. Что они там вроде как что-то с ними не в порядке. Его обвиняют в этом. Но он говорит, что нет, этого не было. Да не было бы, как бы не подавал суд-то. Не было-то. Они уже сделали это неблагословенно. Ни батюшку не уведомили. Никого самостоятельно сделал. Это неверно. И поэтому деньги тебе не считай даже. Его бросил и все. Потому что это неблагословенно было. Ты не пошел ни к батюшке. У тебя отца Акима, ты знаешь? Ты у него крещение принимал? Да. А? Да. Венчание принимал? Да. И даже не пошел, не посоветовался. Что, нормально это что ли? Ты его даже ни во что не посчитал. Что, мамка главную роль играет? Мамка она есть и нет. Она духовна-то никакая. Ей надо плакать и молиться еще. За свои дела. Я тебе советую настоятельно. Завтра же подать заявление. Что для этого требуется? Деньги не вернут. Так это просто про ложь узнать. Врут они или не врут? Не надо ничего узнавать. Как это не надо? Не надо ничего узнавать. Подал и забрать. Больше пока решаем этот вопрос. Настя врет или не врет? Вот что. Ты меня не слышишь. Вы хотели совет. Я говорю, совет один у меня. Забрать заявление. И все это оставить так, как есть. Дальше. Разговор идет. А свидание уже разговор будет идти в первую очередь. А дальше Бог усмотрит. Подавать или не подавать мы поставим на первое место. То не благословенно, без совета. И поэтому дальше я не могу уже участвовать в этом деле. Я отхожу, но всегда и закрываю. В молитве я просто делаю антракт молчания. Я не могу молиться за то, что вопреки того, что я имею. Вадим, я тебя прошу. Я умоляю тебя забрать это из суда. Это не... Даже не буду говорить верно-неверно. Это неблагословенно. Этого достаточно. Подать ты сможешь. Но только по совету. А пройдет месяц. А тогда будет видно. Тогда опять разговор будет. Просто от Келейна встретимся. Но не без батюшки. Здесь будет батюшка решать роль. С ними еще советоваться. Они против тебя. А вот тут-то как раз и с ними совет-то и будет. Я работаю с ними, посылаю материалом. Они это все прослушают. Увидят. И мы молимся. И Бог как-то расположит. Сейчас ты будешь дать на свою сторону. Будет даже по-твоему. Но ты потерпишь самый страшный урон, когда дети будут у тебя. Дети будут не так. Ювная инвестиция уже во все работает. Детей отнимут. Ни я, ни тебе не будет. Вот ты тогда получишь то, что сказал. Я тебя прошу и умоляю. Забрать заявление. И забрать завтра же. Другого от меня больше не будет. Так. Твое слово какое? Ну вот чисто юридически. Забрать заявление можно. Единственное, что на какой стадии сейчас? Дело, возможно, уже лежит у экспертов. У суда дела нет. Дело приостановлено, поскольку назначена экспертиза. И забрать это очень сложно. Но можно. Можно. Ты мог бы помочь прекратить все и прекратить суд. Когда Вадим попросит тебя. Он крутит головой. Он не согласен. Я отхожу из этой игры. Я не смогу это сделать завтра. Ну да. Не смогу это, потому что я влетаю в командировку на 4 дня. Но намерение твое, было бы, чтобы прекратило все сейчас это. Если меня попросят. Потому что я сразу сказал той и другой стороне, что я в этот процесс не вмешиваюсь. Не вмешиваюсь. Но только что прекратить его не было. Поэтому ты не вмешиваешься. Как раз это по-твоему и будет. Что ты, они начали без тебя, без нас. Прекратить. Ничего нет. Вернуть на исходную позицию. А дальше будет видно. Ты с этим не согласен? Я не согласен, потому что даже ребенок, которому я звонил, и который мне говорил, что папа, я хочу семью, чтобы соединить, Антошка, постоянно. И в конце концов, уже после суда, когда уже началось это все, он говорит, даже больше сюда не звони. И говорит, не общается, не хочет общаться. Ребенка так настроили. Поэтому мы эту экспертизу и хотим. Это у ребенка. Завтра будет такая обстановка. У ребенка ничего в голове не будет. Только папик, папик, папик. 16 лет ребенок. Да и ребенку Бог положит. Завтра такие он дела там увидит. У него только одно будет в мечтах, как вырваться оттуда. Ты даже не знаешь. Бог в один день переворачивает все. Вчерашние слуги старя убивают. С чего ради? Вот и все. Ты поверь в это. И Бог сделает так, что он день и ночь будет видеть тебя перед глазами своими. И скажет, с кем я сравниваю? Это какой-то птенчушка, чужой человек. Что сравнивать-то? У тебя более 16. Он уже рассуждает. Давай. Я хочу задать вопрос. Вот то, что вы говорите, мы молились Богу и просили, и чтобы вот это все было по-божьему. То есть вот эта молитва наша не услышана Богом, да? Так, ты согласна с этим? То, что услышала без совета, ни с кем не надо советоваться. Тогда ставлю все разговоры. То есть наша молитва до Бога не идет? Теперь мы не можем сказать, дойдет или не дойдет. Скажи теперь прямо, почему вы не посоветовались? Почему вы скрыли это все? Только быстро отвечай. Не придумывай ничего. Я ничего не придумываю. Ну почему молчишь? Почему вы не посоветовались ни с батюшкой, ни со мной? А почему он должен советоваться? Это его дети. Богом данные. Почему он должен советоваться? Вообще разговаривать не о чем. Если ему не дают вообще видеться и общаться с детьми. Но об этом я говорю о судье. Они поступают неправильно. Ты не можешь ответить. А Бог слышал. Бог не может вопреки себя идти. Бессоветное дело не состоится, оно не состоится. А будет совсем не так, как вы думаете. И будет только хуже. Вы сегодня вот то, что слышите, вы пожелаете вернуть, когда суд решит. Скажет, эх, зря мы не согласились. Но уже ничего не вернуть. Я вам говорю, вы будете жалеть. Вы будете, как говорится, локти кусать. Мое предложение такое, все прекратить и начинать молиться. А потом подавать только с благословения батюшки. Что не ладно? Абсолютно согласен. Все, смотри, глядь на дядю. Говорил батюшку. Дядя согласен. Скажи, сестра, ты согласен? Брат, ты согласен? Да. Все, все, согласен. Ну говори, Игнатию Тихоновичу. Так, ну еще, он не согласен. Молимся. Пусть Господь закрепит. Он говорит, что он батюшке говорил, что подает. Да это ничего говорил. Это не надо. Он говорил. Батюшка говорил, как говорил. Какая-то, он батюшка мне рассказывал, как говорил. Он говорит, а где ты был, где тебе 10 лет-то? Где ты был? Ни разу и никогда. А это просто шел дорогой. А я поехал. Ну все, какое-то. А он бы сел с батюшкой, поехал. Я думаю, вот как сейчас у нас обстановку показали, свидетели вызвали. Вот это разбор. Ничего этого не было. Батюшка пришел, мне говорит, надо же, помолись обо мне. Это он имеет в виду. За его словами там кроется другое совсем. Скрытое. Батюшка, а у меня вот так трудно там, помолись. Там что-то машину продать надо было. И все, все на этом закончилось. Ни покаяния нет. Он ушел из общины, когда он уехал. И вот только так было. Так что, сестра, вставай, помолимся. Ты сильно-то не заступайся за прошлое, а старайся в будущем стремиться. И не думай, что тут тебе враги какие-то. Это люди, любящие вас. Вы так говорите, как будто бы наша молитва Богом не услышана. И то, что мы умолимся, это все, все это пустую, понимаете? Два варианта. Один вариант такой, что Бог слышит вашу молитву. Но я тогда спрашиваю, тогда Бог меня не слышит? Но у нас тут расхождение. Мы должны просто сами уже притихнуть в воду. Я считаю, без совета дело расстроится. А у тебя без совета дело состоится. У меня по Библии, а у тебя на каком основании? Я так не говорю. А ты говоришь это делами. Наша молитва, ваша молитва вопреки Слово Божие. И Бог не может это утвердить. Любой так может сказать. Я помолилась и выскочила замуж. Помолилась и делала дело. Сначала посоветуйся, найди духовного человека. А пойдешь к батюшке, предварительно молишь, чтобы ему Бог положил на сердце сказать. Татьяна, скажи, я с тобой советовалась? Я тебе говорила. Благодарим Бога, сейчас молимся. Я с сестрой советовалась. Пусть она и воспитывает детей еще тогда разливор. Отец наш небесный, великая благодарность тебе. Прости, Господи, о священном мы погрешили. Благодарим всех, кто участвует в этом деле, заботятся, кто не воздержан в словах был. Ты изгладь это все. Будь милостив к нам, Господи. Позаботься сам об этих детях. И выведя Анастасию из этого страшного погибельного состояния. Ибо никакой прелюбодей и никакая женщина, вышедшая замуж при живом муже, не может наследовать Царствие Божие. Дай это понять родным и близким. Чтобы они не содействовали закреплению этого греха. И чтобы дети эти наследовали Царство Небесное. Прибудь с нами, Господи. Мы просим тебя, Отец Небесный, услыши нашу молитву. И воздеяние рук наших да будет, как жертва вечерняя перед престолом благодати. Господи, соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле, во благо нам и детей этих. Тебе, Боже, слава, хвала, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Говори, Господи, слушает раб Твой. Аминь. Аминь. Во славу Божию. Спасибо, Христос. Аллилуйя.